Глава одиннадцатая Котел закипает Было майское воскресенье. Вся Москва была в легкой дымке, нараставшего тепла, в свежем ветре, животворной силой дышавшим в окрестных весенних полях. Уже распустились тополя и березы, липы и клёны лохматились почками. На дворах под тынами между плахами мостовых густой щеткой зеленела трава, вся в золотых попиках. Воловые окна в московских избах были отодвинуты. Гудел праздничный перезвон. Отошла бедня и у Николы в хамовниках, но народ не расходился с большого зеленого двора церкви, люди в кучках горячо толковали. Народ был всестепенный, в праздничных темных кафтанах и однорядках, в валеных высоких колпаках, женщины в синих летниках, с густо назборенными четырехоршинными белыми рукавами, с белыми, как положено в церковь, платками на головах. Прихожане Николы были ремесленниками, работавшими хамовное дело, скатерти, простыни, полотенца и на царский верх, и на продажу по заказам. — Круто! Ух, круто! — жмет начальник земского приказу Ливонтий Семенович Плещеев, выколачивает из народа деньги. Вывешены листы против земской избы у раската, берючи об этом же кричат с лобного места по площадям, по торгам. Приказано доправить за два года те деньги, что отставлены были, как вводили налог на соль. Подбирали то, что давно упало с возу. Дело было явно беззаконным. Народ глухо волновался, гудел по тревожным ульям. Из хамовной слободы на неделе земские ерышки в смурах своих кафтанах с бердышами в руках хватали людей, уводили, на земский двор сажали за решетку. Четыре дня тому назад были так схвачены трое ткачей — Максим Сувоев, Дементий Санин да Васька Иванов. Днями они стояли на провеже под китай-городской стеной, где земские палачи, привязав к столбам, били их гибкими лозами по ногам, то свирепо, а то озорно посверкивая вокруг на народ пропойными глазками из-под косматых бровей, пока окрик наблюдавшего подьячего полно не прекращал этой денежной операции. Ночь схваченные сидели в тюрьме. Левонтий Семенович торопился. Время было удобно. Молодой царь в сопровождении всех больших бояр ушел, как всегда, на две недели на богомолье к Троице-Сергию. Подходил праздник Троицын день. В Москве остались для бережения и управления пятеро доверенных людей — два князя Пронских, князь Рамадановский да два думных дьяка, начальник посольского приказу Назар Чистый да Волошенинов Михайло. Это он, Назар Чистый, душа соляной операции, и решил выжать все потерянные деньги. Перед земской избой весь день с утра до вечера толклись недоимщики. Родные и друзья избиваемых осаждали подьячих в земском приказе, добивались кто сколько должен, торговались до хрипоты. Взъерошенные, остервенело, излаянные подьячи с глазами шильями, рычали на просителей, ожесточенно скребли гусиными перьями, в масляных волосах развивали длинные столбцы, листали долговые книги, и тут, не теряя времени, рвали посулы и поминки направо и налево, ловили рыбку в мутной воде. Родичи, добившись, сколько нужно заплатить, чтобы выручить несчастных, опрометью бежали из земской избы, метались по Москве, ища деньги в долг под любую рейс. Здесь процент. У ремесленников даже и при большом-то обороте работы наличные деньги бывали редки. Когда на огне греется котел с водой, видно, как в воде сперва появляются, крутятся светлые струйки, потом со стенок всплывают пузыри, сперва белесые, редкие, потом сыплются уже горохом, светлые и частые, а потом вода кипит, бьет живым ключом. И во дворе Николы в хамовниках ходили, крутились такие же струйки, когда вдруг голоса зазвенели в открытую, посыпались пузыриками страстно. К святым воротам в малой своей тележке, на резвой лошадке, в лычной сбруе, извозчик вскач подвез Максима Сувоева до Ваську Иванова. Рядом с освобожденными сидели заплаканные, но улыбающиеся их жененки, только выкупившие их из земской избы. Ой, да кто в хамовниках не знал Максима Сувоева? У него во дворе работала не одна своя семья, были и наимиты, работные люди, что шли в Москву со всех сторон покормиться, приодеться. А Васька Иванов — тот, чей двор стоит у самой Москвы-реки, у Крымского броду. Он хоть работал только с семьей, зато был знатен хитрыми узорами своих серебристых скатертей, кто его не уважал. А теперь оба почтенных ремесленника вылезли едва из тележки, подхваченные скорбным народом под руки, стояли в грязных маранах кровью одежинах, с соломой в сбитых волосах и в бородах, с истомой в бледных лицах, тащили, еле передвигая опухшие ноги под общее галашенье баб, вовсю сокрушавшихся об их муках мученических, под покачивание головами мужиков, пока, наконец, не уселись оба редком на белокаменной паперти, под фигурными столбами, словно двое грешников, и зада сошли со стенной росписи. — Это он все робит, он Левонтий Семенович Плещеев, а велел ему назар, дьяк, назар чистый, грабители, разбойники, жаловаться, а кому? Царя нет. Боярам? Все они заодно, ворон ворону глаз не выклюет. Ах ты, болезный наш, Максимушка, Васенька, ясный свет! — Ой, тяжко вам досталось, а болезные вы наши, а теперь и других мужиков наших злодеи потянут! У Сувоева и Иванова слезы катились по щекам, сверкали в бородах, когда они обсказывали о том, как им досталось на земском дворе, и их речи то и дело прерывались криками возмущения. И на храмовом дворе Николы в Хамовниках, да и в других церковных дворах в Боярской Москве, само собой вновь восставала неизбывно старая народная вечия. Пусть не было тут новгородского вольного колокола, сосланного Москвой, не было Волхова, давно был казнен последний московский посадник Вильяминов, но по-прежнему две стороны стояли друг против друга — люди вящие и люди молодшие. Вящие — лучшие, молодшие — худшие. Худые мужичонки-вечники, простые труженики, искали правды для себя вместо московского обмана, ботагов, да и московской приказной волокиты. Так струйки крутились, пузыри скакали наверх, вода закипала по всей Москве, в церковных дворах, в торговых банях, на берегу Москвы реки под Кремлем, в торговых рядах, на площадях, на торгах и особливо, во всех московских кабаках, что стояли, почитай, у всех ворот под башнями тройного кольца московских стен. Широко расселись царские кабаки по всем городам и уездам всей московской земли, хоть не прошло еще и ста лет, как русские люди зазнали злое новое питье водку. Исконным русским питьем было пиво. То пиво, что испокон веков свободно варилось в каждом городском, посадском, крестьянском дворе на каждый праздник, как варится оно и по сей день. С пивом была веселая и застольная, чуть хмельная беседа, живая, уветливая, разумная, да еще звенела веселая песня. Но злую пустил водку по Руси царь Иван Васильевич Грозный сперва для своих опричников, чтоб тех не мучила совесть от темных их дел, а потом указал открытие первый кабак на Москве, на болоте, за Москвой рекой близко, всего через мост от Красной площади. С полтысячи лет подбиралась водка до Москвы после того, как явилась на свет. Арабский врач Рогес в далеком Багдаде впервые в 860 году новой эры добыл ее, очистив негашенной известью. Водка шла по Европе, продавалась там в аптеках как лекарство. Впервые московские бояре-довоеводы в завоеванной Казани увидели ханские кабаки, которыми татари спаивали покоренные народы, получая от того огромные доходы. И бояре на Москве, да шинкари на Украине, жадно захватили в свои руки с золотом бьющие свирепый сивушный ключ, приучая народ к злому зелью. В это майское воскресенье шумел и старый царев Кабак на Балчуге. Балчуг — татарское болото. За Москвой рекой Кремль весело в упор озарен солнцем сверкают купола, а здесь болото еще полником не просохло. Было в рыжих, зеленых, черных проплешинах. По ним кордынке проложено, накрытая хлюпающими плахами мостовая. Толпами по ней движется конный и пеший народ. Кабак Балчуг — старая, черная от времени изба с зеленым мохом, обросшей крышей. К ней об ополы, словно заплаты, пристроены две избы поновее. Прохожие идут мимо, поглядывая и пересмеиваясь осторожно. Когда распахнув двери избы, кабацкие ерышки выбрасывали оттуда в грязь очередного пропившегося в дым петуха, а ожидавшие очереди на улице вламывались на освободившееся место. Внутри кабакам, против светлого майского дня, темно, избены длинные щели окна, хоть и пропускали солнце, но даже солнце затухало от пыли, пара дыма. В кабаках и курили табак, и нюхали, и особенно сильно пили его с водкой, до кровохарканья с забористой и доход казне. Стены кабака, конопаченные лохматой пенькой, тоже чернее угля. От дыма, от дегтя березовых лучин долгими зимними вечерами со щелястого потолка свешивается пыльная паутина в переднем углу перед образом спаса милостивого, теплится зеленая лампада, под иконой прилавок из толстого топорного теса, улитый, пропитанный за десятки лет вином, рассолом, кровью, блевым салом да блеском. Улитый, облитый, значит. Кабак гудит, словно море в прибой. За столами на узких лавках сидят московские люди, да отчаяние, да неистовство, разожженные водкой и событиями. Шум, крик. А громче всех кричит толстый, опухший лицом, с перебитым носом, площадной дьячок, пармен, скорая запись. Сидел пармен раньше в приказе большой казны. Был пармен человеком, искусен был в грамоте, имея четкий, словно окатный жемчуг, почерк. Знал все московские дела до тонкости. Да за прилежание к хмельному питью, за жадные поборы, выброшен пармен из приказа, и теперь на московских площадках, торгах да крестцах строчит пармен на жирном колене все, что народу занадобится. Крестцы-перекрестки. Против пармена старый старичок в черном кафтане машет восковыми ручками, слабенькими такими, что им бы приличнее было лежать навек сложенными на тощей куриной его грудке, чем трепыхаться возмущенно над улитым столом. Скажи, пармен, не потай, чего ради Плещеев ни дьявол не боится? Серый глазок скорой записи мигнул хитро под рыжей бровью. Да он-то, Плещеев-то, сам дьявол и есть, грохочет пармен с чербатым волосатым ртом. Эй, бо, а ты, небось, слыхал, кто у него в шурьях? Кто ж, милостивец, шелестит черная однорядка? Скорая запись набил сперва обе ноздри, зеленым зельем прочихался и сказал, «А траханет в том, окольничий, Петра Тихоныч, где он сидит, пушкарским приказом ведает, всегда пушкарей может послать выручить зятька, все они бояре, вот как сцеплены». И скорая запись крепко сцепил толстые волосатые пальцы обеих рук, все в одно колесо. Так надо царю челом бить, глаза открыть. Бивали, бивали, не раз гремело со всех сторон, за это самое и нас бивали. Младень царь тот, а ушлют, молчит, а сам бояр держится. Зашумит Москва, откроет царь глаза-то. «А может, царь и не хочет их открывать вовсе?» — скривился чертом скорая запись. «Откроешь, а что увидишь?» «Да кука!» А царь за боярами, как у Христа за пазухой, сидит Алеша наверху, с молодой царицей тешится, либо медведей во всех святском травит. А вот весна пришла, соколами в Коломенском ловит ветра в поле. Или на богомолье вот теперь пошел. Войну замышляет, а бояре тем временем все обладят, и деньги соберут, и войско сами себя не обидят. А ли царя распотешат, наговорят разные мечтания. «Ты, государь, превыше солнца, кто больше тебя?» «Один и бог!» «Ну, они отче-то и не хотят открываться!» А что несется из угла? Там монах в черном полукофтанье в кожаном рубчатом поясе сидит, сгорбившись над ковшом так, что длинные прямые патлы свесились к столу. Грабят! И с вас, и с нас. Со святых монастырей берут. А как? У них, у дьяволов. В приказах столы как устроены, видал? А я видал. «Эй, милой, тащи ковшик с табаком, покрепша!» Кто-то говорит, а кто не видно, сидит тот прямо против окошка, чернела только против солнца голова, трясется борода. И говорит этот, тихо, печально, словно осенняя муха жужжит. И стоят они, бедные, наши кузнецы, напровеже, смотреть так право, сама слеза бьет ровно в аду. «Нет, ты слушай!» Опять вырвался голос монаха. «Столы-то, как умно прилажены!» Я пришел к подьячему, к Федьке, к Лызлову, спрашиваю так и так. «Сколько платить?» «А платить, — говорит, — по твоему уму, а допреж всего садись». Я сел, у меня против живота из-под стола ящик, и, слышу, толкает, толкает. Это у него, Федька-то, ящик под столом насквозь продернут. Это он, собака, толкает. «Кладите деньги!» Я сунул, смотрю, ящика нет. Ушел на ту сторону. Федька вытянул, глянул, мало, и опять меня той ящик толканул. Ну, я чуть с лавки не слетел. Вот че делаю. «Ей-бо!» Народ-то для подьячьих, ну, как малина на кусте, сорви да в рот, да и иди с миром. «Ей-бо!» Назар, Назар, все он слышится из-за прилавка, все он чистой. Кровопивцы, грабители. Хмель бушует в кабаке, горячит, разжигает разум, жмет пудовые кулаки, рвется в криках из-под густых бород. Все выкладывается на чистоту. Вот только силы нету. Государев истец, Федька Можаев, сидит тут же, в сторонке, пришипился над ковшом, еле его видно. Толстый нос, над красными губами свис морковкой, серые глазки, мышатами шныряют из-под лобья, уши вертятся, ловят крики. Федька Можаев боится. В земской избе, как его посылали, велели накрепко проведать, где корень разговоров, что как колокол гудят по Москве. А дьяк Гусенков, понюхав табачку и отряхивая его с однорядки, сказал, а не проведаешь, оно быть тебе у царя Константина, да у матери Елены. Известно, в Константино-Еленинской башне Кремля пытка. И помнит об этом Федюшка, забыть-то не может, а понять, откуда идет смута, тоже не может. Беда, да и только. Пойду дальше, думает Федюшка. Встал, перекрестился, заплатил копейку за ковш, вышел из кабака, голова кружится, а ему вслед слышно хохочут. Знают, черти, кто ушел. А солнце уж над серпуховскими воротами скоро вечер, а он ничего не вызнал. Ой, беда, как в приказ ворочаться. Шумно и в избе у москворецких ворот у Кирилла Васильевича, но шумно по-другому. Тут сильнее шумят, хоть и тише. После возвращения Тихона снизу собрались к Басому искать правды верные дружки из московских гостей, из ремесленных, из торговых людей. Закатом залита горница, пахнет из садика сиренью, на длинном столе под Вологодской скатертью в оловянной братине пиво, кубки оловянные же, деревянные ковши. Пришел в дом Басова и дьяк Зайцев. Вошел, сперва было захлопнул калитку, потом снова приоткрыл, осмотрел в щелку улицу и тогда только поднял с полестницы на крыльцо. Тут сидел свояк Псурцева, Василий Иванов, хамовный мастер, что был утром выкуплен с провежа, теперь помывшийся в бане, приодевшийся, и помаргивал подбитым глазом. На него смотрел, дивясь его рассказу, Тихон. «И до чего же, Господи, терпеливы, да могутны московские люди!» — думал Тихон. «Сколько не били Иванова в земской избе у Плещеева, не выдал Иванов, что не раз бывал от своих ремесленников для совету в доме Басова. Не выдал и того, что бывали тут и другие люди, гостиной и черной сотни. У притолоки, привалившись к косяку, стояла Настенка в розовом своем сарафанчике, почесывала одну басую ножку, другой, ждала, не потребуется ли чего. «Православные», — говорил Пахомов негромко, «сами видите, что деется, беда, разоренье опять». «Как бы только одно, мир бы был, сами страну уладим, все сделаем, что нужно», — заметил Псурцев. «Грозные владыки, больше нам ни к чему», — выговорил Кирилл Васильевич, и по голосу слышно было, что он улыбается. «Порядку не будет, оно хуже. Эй, Настенка, вздуй-ка огонь, темно». Настенка мигом внесла две сальные свечки, свет полыхнул по лицам, по стенам, уселись черные тени. Пахомов говорил медленно и сосредоточенно. «Дело не в попе, дело в приходе. Дело не в царе, в народе все дело», — говорил он. «Привычны мы, чтобы у нас спина от работы трещала, а теперь не то. Москва стоном стонет, Назар чистый опять, да Плещеев деньги с душой вместе вышибают. Бояре-хоромы бросились себе строить. Заменить бы надо бояр». «Кем же это?» — встречно шатнулся Кирилл Васильевич. «А вот кем. Теперь к царю ближе всех архимандритного Спаский Никон. Он за народ душой, каждый, почитай, день у царя милости, спрашивает, ему и править, да и другим с ним благочестивым отцам». Кирилл Васильевич засмеялся. «Не право, говоришь, — Семен Исаакч, этот звал сон. Что ж, ставить, что ли, нам за место бояр архиереев? Пока местоп в смирной одежде он народ учит. Отдай ему на плечи по всяко время парчу, да шапку золотую, он тот же боярин будет. Ого, с ним тоже не сладишь. Кто кормит, тот пусть и правит, как в артели. Нету хозяев и все равны, коли добрые рабочие. Никто их не выбирал, не указывал этим людям собираться сюда потаенно, говорить шепотом, собрала сюда их тревога за свою страну, за народ. Молча всю жизнь трудились они, не покладая рук, как по всей земле трудились миллионы. Собравшиеся были люди торговые, и они были отлично осведомлены о том, что творится в стране, все понимали. Видели, что молодой царь мечтателен, что Морозов крепко забрал царя в руки, недаром он своих противников угнал кого куда, князя Адоевского Никиту Федорча послал воеводой большого полка, что стоял в Белгороде да в Ливнах для обороны против немирного Крыма. Дядьев царя стрешневых бояр посадил по глухим воеводствам. Василия Петровича Шереметьева в Казань под Морозовым народ мучится, плещеев дерет и скоблит кожу с правого и виновного, высасывает мозг из костей, всех с земского двора выпускает нищими. Денег в казну набрал Морозов столько, сколько и при царе Иване не бывало. По что ж такие деньги? На войну? Война народу одно разоренье, все знают. Собравшиеся здесь люди, московские гости, не только торговали, они, как земские люди, сами были целовальниками, деятельными помощниками московских приказов и исполнителями их поручений, собирали пошлины, налоги, сидели в таможне, искали, добывали, плавили разные руды, варили соль, правили медными, железными, оружейными заводами, били деньги, курили вино. Точно они знали, сколько денег собралось, сколько шло в казну, сколько в боярскую мошну. Видели, как казной ведали бояре, думавшие прежде всего о собственном обогащении. Народ же московский уж был далеко не тот, каким он был при Иване Грозном, который свой род чванно вел от пруса, брата римского Августа, и гордился тем, что он не русского корня. Народ-то помнил, как недавно еще люди всей земли, очищая свою страну от чужих захватчиков, от панов, тунеядцев, самозванцев выгнали грабителей, посадили на Москве царя, добились в своей земле мира и возможности народного труда. Простым людям, что совещались теперь во дворе у Басова, приходилось говорить такие слова, за которые им грозила пытка в башне у Константина и Елены, розгнев против корыстных бояр. Недаром Тихон слышал уже тогда на Волге новые слова, что говорил деревенский поп. Надо, надо говорить так же смело, как тот поп говорил тогда боярину, пусть боярин и бросил попа в Волгу. Православные товарищи, заговорил медленно вставая и крестясь Кирилл Васильич. Дума моя такая, нужно челом царю бить на злодеев, пусть будет его царская воля. А Плещеев на цепь нас не посадит, пробурчал, качнувшись, Стерлядкин. А народ на что? повернулся к нему Кирилл Васильич. Всех на цепь не посадишь, мир, сила. Конечно, опасно, потом продолжал он, погладив бороду. Ежели народ встанет, так он сослепу немало дров наломает, да бояре его и забьют, и все. Надо нам знать, чего просим. Надо путь дать народу, чтобы он шел зряче, все вместе одной волной. Пишет сапером, да не вырубишь топором. Напишем же, братья товарищи челобитную, все как есть. Государь-то от троицы Сергия будет в обрат ехать, Москва будет его встречать, мы подадим бумагу, двинем народ. Собрание молчало. В молчании этом уже зрела мысль. У каждого тела словно согревалась решимостью. Настасья решительно приказал Кирилл Васильевич, тащи черниленку до перьев до бумагу, возьми вставце, я давить там припас. На Спасской башне пробило уже три часа после захода солнца. Поднялся над крышами между березами желтый полумесяц, в садике босых щелкал соловей, урчал, бил трелью, дудкой, буйно пахли сирени, а в горнице босова все еще сидели гости, тесно сгрудившись к концу стола, и перо дьяка Зайцева так и порхало по бумаге. Да и нас, твоих государевых бедных людишек, те бояре ныне пуще прежнего грабят, на провеже бьют и мучат, берут с нас по-всякому и поминками и посулами, новые накладывают беззаконно, а сами себе с налогов тех собирают сокровища несметные, хоромы строят великие, кои почину им и не подобают. И допреж николи не бывало того, чтобы не токмо боярам, а дьякам да подьячим каменные хоромы ставить. Все это от грабежа, и твое царское долготерпение столь велико, что те люди тебе в государевых твоих делах родить перестали, а токмо сами себе от твоих государевых дел всякую пользу добывают. И от того, ныне многие города да уезды, что давали допреж того большой доход казне твоей, государь, от их боярской до дьячьей жадности запустили, пришли ни во что. Итого просим, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси, ты, государь, преклонил бы ухо твое к моленью нашему, ибо изо всех чинов добрых людей выбрал бы, да при себе поставил, и тем нашей бы жало бы не презрел. А первый твой боярин Борис Иванович Морозов учинил бы сыск, каковы те сильные люди, что над нами холопами твоими неправды творят, нас в конец разоряют, и нам великие насильства да обиды чинят, дабы тем твою царскую власть осмеять да оболгать. Сразу всего не вспомнишь, не составишь, не упишешь, решетчатые сторожа на улицах, чем позднее, тем строже, пятерка сильных царских бояр бережет Москву крепко. Сегодня дело не кончить, да потом надо и переписать челобитную ни раз, и ни два. Сегодня, стало быть, надо расходиться, а на завтра собраться опять. И уж стали подыматься из-за стола. Тут дьяк Зайцев, натягивая на лысый череп колпак, молвил, а кто же православное наше челобитье царю поднесет, каков человек? Тихон шагнул перед всеми к самому столу, согнулся в уставном поклоне, выпрямился. Я обижен, я и подам, только и сказал он. Глава двенадцатая Соляной бунт Торжественно подходил поезд царя Алексея к Москве на обратном пути и строится Сергеевой лавры. Поезжания стояли уже на последней слазке, недалеко от ярославской заставы земляного города, перед московскими посадами. На слазке стоит шатер алого сукна в форме крепости с четырьмя башенками по углам, с нашитыми шелковыми цветками, зверями и птицами. Переодеваясь в этом шатре для въезда в Москву из дорожного платья в царские одежды, царь Алексей волновался. Что в Москве? Более двух недель был он в отсутствии, был словно в раю, отложив всякое житейское попечение, был окружен черным народом, оставался больше двух недель живой иконой, перед которой черный народ под звуки стихир в клубах синего ладана падал тысячами и тысячами на колени. Стихири — церковные рифмованные песнопения в честь Христа, Богородицы и святых. И самый веселый праздник Троицы встретили пышно, и Алексей Михайлович, стоя во время обедни под шатром царского места, чувствовал себя перед лицом самого Господа Бога, царем над всеми православными всего мира, ответственным за все человечество. Когда царь шел домой, крестьяне посадские за десятки верст выходили на дорогу из своих деревень, ждали, ночуя в поле и в лесах, выставляли на обочинах дороги свое нехитрое радушное угощение, хлеб, соль, пироги, пиво, яйц, мясо, и падали на колени при проходе царя. И то ли еще царя ждет в Москве. — Эй, стряпчи! — вдруг вспыхнул гневом царь. — Как подаешь платно? Молодой стряпчий Федор Михайлович Ртищев не сумел сразу ловко накинуть на царя тяжелые золотые одежды, так, чтобы голова пришлась бы прямо в ворот. Гневное со сбитой бородой лицо царя вынырнуло из жесткой парчи прямо против лица Ртищева. «Бармы подай!» натужно крикнул царь. «Чего стоишь?» Бармы — оплечье — украшение княжеское, затем царское, которое носили на плечах, вокруг шеи, поверх одежды. В конце пятнадцатого начале шестнадцатого века становятся царскими регалиями, которые надевались при венчании на царство и при торжественных выходах. Но в красивом лице юноши придворного было столько угоды, преданности, обожания, что юноша-царь сразу же отошел, смягчился и милостиво улыбнулся. На архангела Михаила был похож встряпчий Ртищев. А за шатром слышались голоса, смех бесчисленных людей, топот, ржали кони, брецало оружие, тарахтели колеса. Шествие уже вытягивалось на дорогу. Торопливо нахлобучив увенчанную крестом, отороченную соболем, каменьями усыпанную шапку, царь торопливо шагнул из шатра. Хотелось ему на солнце, на свет, к его царским людям. Зеленая поляна под солнцем пестрела цветами, большие наряды бояр сверкали золотом, медленно двигались их высокие шапки, выезжала серебряная карета царицы Марьи. Конюша и боярин подвел государю белого аргамака сокола, встряпчие подбросили красную скамеечку под ноги, и царь в тяжелом своем облачении легко вскочил в персидское мелкой серебряной филиграни и в бирюзах седло. Вдел в серебряные стремена на красных софьянных сапогах с золотыми каблуками ноги, разобрал звенящие поводья кольцами, перекрестился. Замахали махальные, пошли. Шли обычным порядком. Впереди полторы тысячи стрельцов разных приказов в цветных кафтанах, лазоревых, синих, желтых, часть с метлами на плечах, готовили царю путь. За стрельцами кони везли две пушки, за пушками два пушкаря, один с копьем, с насаженным на него серебряным орлом, другой с серебряным же бердышом. За пушками опять шли стрельцы в красных кафтанах с секирами, за ними музыканты, дудели в трубы, били в барабаны. За секирщиками еще двадцать полусотен стрельцов в наплечных цветных перевезях, в бериндейках с висевшими зарядами, с ружьем на левом, с бердышом на правом плече. Бериндейка, перевезь, патронтаж. За стрельцами шел отряд для станов и закольничьих издумных бояр. На подводах везли казну, столовую и шатерную, за ними шли пешесытники, поключники, истопники, столовые. Тут же шло сорок барашей, на сорока подводах везли они царские шатры. Бараши, придворные шатерщики. За телегами со стрепней ехали конные стрельцы стременного государева приказа, на царских конях, богато вооруженные роскошным оружием из оружейной палаты, вел их боярин Растопчин. За стременным приказом вели шестьдесят два верховых коня в драгоценной сбруе, за ними двенадцать коней везли царскую карету золоченную с хрустальными стеклами, каждого коня вели два конюха. За каретами среди отряда вооруженного луками стольники несли меч царя, затем шли двести стрельцов охрана царя. Идя по обе стороны дороги, они серебряными кнутами отгоняли наседавший народ. Среди этих стрельцов ехал наконец царь, с ним ближний боярис Морозовым во главе. За царским поездом следовал такой же поезд царицы. На деревянной башне земляного города стрельцы закричали, замахали ожидавшей толпе руками. Вдали показалась пыль, сверкало оружие, кареты. «Царь едет!» закричал народ. Голова поезда втянулась в Ярославские ворота города, напрямую, как стрела Ярославскую дорогу, и шла мимо деревянных исп, зеленеющих огородов, выгонов, где мирно паслись коровы, лошади овцы. Народ толпился у дороги, жадно смотрел из-за заборов, заполнил крыши, свешивался с деревьев, вопил, махал шапками, дробно звенели колокола маленьких посадских церквей, сливаясь с далеким густым звоном Кремля. У земляных ворот царь спешился. Царя встречал патриарх Иосиф с крестным ходом, с свечами, фонарями, хоругвями, певчими дьяками. Шествие остановилось, запели молебен. Тут же встречали царя и правители Москвы, князья Пронские, Рамадановские, до два дьяка, Чистый и Волошенинов. Из-за их шуб острил тревожно бороду и глаза Плещеев. Пока служили молебен, Плещеев улучил минуту, подбежал к Морозову, шепнул Борис Иванович, воровство на Москве. Морозов дугой сдвинул брови, что за воры? У воскресенских ворот в ночь прибили прелестные листы, народ прельщают, бить челом хотят царю на бояр. Подай суды, протянул Морозов руку в перстнях. Сорвать не дают, Борис Иванович, боюсь, будет занятнее. Боярина Ростопчина ко мне, крикнул Морозов. Ростопчин подъехал, осадил коня. Стременным стрельцам твоим смотреть зорко, Тит Адрианович, береги, чтобы челобички бы к государю не подступили. Кто будет лезть, хватать. За Плещеевым к Морозову пробился и диаг Назар чистый. Долго нашептывал, чего не слышно было за звоном колоколов. Морозов в упор смотрел ему в лицо, еще более бледное от черной бороды и волос, смотрел, как шевелились красные губы, думал, твои это все плутни, а нам расхлебывать. Патриарх Иосиф благословил восковой ручкой своей царя, готовясь идти, шествие затопталось на месте. Когда царев конь вступил в узкие сырые сретенские ворота белого города, там затаились два мужика, бросились к царю, крича «Правды, правды, пожалуй, государь!» Ехавший рядом с царем боярин Морозов толкнул коня вперед, шип обоих, мужиков схватили. Когда подъехали к Лубянской площади, царский поезд уже с трудом пробивался сквозь рвущийся к царю народ, крики «Правды, правды, государь, смилуйся, государь!» стояли с тоном, бронились стрельцы молотя спины, плечи, головы, ломали свои серебряные кнуты. Народ обезумев лес вперед, плача, выкрикивая о насилиях, грабежах, беззакониях бояр, и все крики и вопли крыл отчаянный трезвон на церквах. Пожилая баба во вроспуск повязанном платке вынурнула снизу из-под локтей стрельцов, работавших кнутами, так что шапки съехали на затылке, албы заливал пот, протиснулась к царскому коню и крикнула, протягивая окровавленный и зодранный в клочья кафтан, «Царь, государь, смотри-ка, чего сделали твои бояре с моим вонюшкой!» Царский конь, испугавшись, всхрапнул, дал свечу, напруживая пахи, царева шапка съехала на бекрень, Алексей жалостливо наклонился было к бабке, «Чего тебе, мать, о чем просишь?» «Взять ее!» крикнул Морозов, и широкие красные спины стрельцов накрыли женщину, как гончие собаки накрывают зайца. «Иваныч!» кричал царь, «отпусти ее!» «Нельзя, государь, ведунья! На твое государево здоровье колдует, порчу насылает ведьма!» Царь насунул шапку на глаза, лицо его испуганно посуровило, губы сжались, голова ушла в плечи. Юноша исчез, на белом коне сидел перепуганный, жестокий владыка. Народ рвался один через другого, люди падали, вставали, оставались лежать растоптанные толпой, кони храпели, трясли головами, выбирая, где ступить между сбитых людей, люди стояли на коленях, крестились, рвали отчаянно на груди рубахи и кафтаны в свидетельство своей правды, открывая саму душу, плакали громко. Поезд расстроился в своем чине, подвинулся вперед, конники перешли на рысь, бичи, кнуты свистели и били во все стороны, царские телеги гремели по плахам мостовой, скороходы, пешие стрельцы и прислужники бежали стремительно, царь скакал, подпрыгивая неловко в высоком седле, морозов рядом, насупив брови, борода торчком, стлал и на ходью, шествие неслось теперь к Лубянской площади вниз, направо, к Кузнецкому и Воскресенскому мостам, через неглинную к спасительным стенам Кремля. Тихон ждал на мосту, забившись между двух книжных ларьков. Когда прибежали на мост стрельцы, стали очищать мост от народа, Тихона не заметили. Царский поезд лавиной катился с холма, народ бежал, гнался с криками за царем, царский конь с громом вскочил на мост, Тихон выскочил из своей засады, бросился вперед, однако караковый жеребец стременного стрельца сбил его в сторону, прижал к старым перилам моста, тени выдержали, обломились, Тихон упал в мутную воду неглинной. Вынырнув, задыхаясь, Тихон плыл к Кремлевскому берегу, к Собакиной башне. Царь уже проскакал по мосту, потом по въезду. За ним загремели его кареты, в которые набились спасавшиеся бояре, вынеслись на Воскресенскую площадь, проскочили через мост над Орвом, и все исчезли в Никольских воротах. Ворота захлопнулись. Гнавшийся с криками за царем народ заполнил всю Красную площадь, ломился в Никольские и Спасские ворота. Народ теснился вдоль Кремлевской стены над Орвом, жалостно кричал стрельцам, что стояли растерянно глядели между зубцами стен. — Кого оберегаете такие сякие, бояр? Чего сами от них имеете? Воров бережете изменников? — Православные, кричали со стены стрельцы, да нечто мы не понимаем. Ваша беда, наша беда, чего делать? Нам так приказано. — Открывай ворота, кричал народ, мы ударим челом государю, или он нас не пожалует? Мокрый, вываленный в глине Тихон, выбежал на Красную площадь, смотрел в бешенстве, как со стены Кремля уходили стрельцы в своих красных кафтанах, как из-за зубцов выходили, становились на их место немцы латники в железных шлемах огурцом, из-под шлемов торчали усы, длинные острые бородки. Немцы стояли на стене спокойно, упористо расставив ноги, смотрели холодно и непреклонно. Народ с площади торговался с ними. — Мы знаем, вы честные немцы, мы друзья ваши, кричал народ, мы вам зла не сотворим, мы царя просим убрать бояр, что грабят нас, помогите нам, дай путь, открой ворота. Капитан Яган Хохбруннер улыбнулся надменно, покрутил усы. — Скоты! процедил он сквозь зубы, разве можно верить всей зверью? Народ кипел, метался кругом сметенный, кричал. Тихон пробился сквозь толпу, взбежал на лобное место, выхватил из-за пазухи челобитную православные, крикнул он, высоко подымая скатанный столбец. Народ, слушай, вот челобитие, о чем народ московский просит царя. — Чти, чти, всем чти громко, гремели крики со всех сторон. — Пусть всем будет знатно, давай, Люба! Из толпы замахали шапками звонарю на Василии Блаженном. — Кончай звон, слово слушаем! Звон прекратился. В наступившей тишине на Красной площади раздавался голос Тихона, зачитывающего те слова, что писаны были в доме у Москворецких ворот. Что было написано? То слушали и понимали, правда, только ближние, но ближние слушали очень внимательно, а потому дальние понимали, что то, что читает этот рослый молодец в мокром грязном кафтане истинная правда, которую уж потом им растолкуют. Да и нас, твоих государевых бедных людишек, те бояре пуще прежнего грабят, на правеже бьют, всячески мучат, выкрикивал Тихон. Правда, правда, кричали люди со всех сторон, Люба, Люба, из налогов тех собирают сокровища несметные, и хоромы строят великие. Люба, а Морозов-то, а, черт, да и у дьяков-то теперь каменные хоромы стоят. Чистой, чистый, Назар Иванович, Ярославский плут, правда истинная. И того ради просим тебя, государь, преклони ухо твое к молению нашему и за всех чинов добрых людей около себя поставь. Тихое трепетное слово, что ночами писалась тайна у Басова в доме, гремела теперь на площади, сверкала как солнце, вооружала народ силой правды. «Эй, молодец!» завопил внезапно голос из толпы. «Огонь, рейтары, спасайся!» У спасских ворот шла свалка. Сверкая на солнце мушкетами к лобному месту пробивалась полурота немцев, чтобы схватить Тихона. Тихон успел дочитать челобитную, свернул ее, поклонился народу в пояс, щукой нырнул в толпу, шумевшую кругом. Только его и видели. У лобного места народ дрался с немцами. «Продали за царское жалование своей души!» кричал народ. Только ночь разогнала народ с улиц, но вся Москва не спала, говорила о челобитной, и ночью в потемках по летнему времени огни в избах были запрещены. Не затем народ освобождал Москву от врагов и царя Михаила сажал, чтобы идти в крепость к Морозовым да к чистым, говорили в избах, придет время. Есть такие люди, что стоят за народ, царь прочтет, царь выручит, дай только срок. Нечего бежать за государем, не ж тканей догонишь, надо его батюшку встретить и перехватить на Красной площади перед Кремлем. Случай выходил вскоре уже. 23 июня царь Алексей всегда ездил молиться в Сретенский монастырь на праздник иконы Божьей Матери Владимирской. Праздник был большой, Владимирская владычица писана была еще самим евангелистом Лукой и почиталась усердно как покровительница Москвы, заступница московского государства. Все вышло как по-писанному. 23 июня около полудня народ перехватил обратное шествие царя на Красной площади. День был жаркий до духоты, солнце от пыли над Василием Блаженным было Багрово, опять трезвонили со всех сторон колокола. Ожидавший народ залил всю Красную площадь, стоял на коленях, бил челом, кричал стоном «Убери Плещеева, государь, поставь на земский двор хорошего человека, сними лихих бояр». На этот раз с государем рядом ехал думный дьяк Волошининов, которому подбежал удачно проскочивший между кнутов ремесленник чеботарь протас Юдин с челобитной. «Не время теперь челобитные принимать», крикнул думный дьяк, вырвал и швырнул челобитную Юдину прямо в лицо. Толпа загудела грозно. У самых Никольских ворот, где шествие замедлилось, из толпы вырвался молодец в синем кафтане, и, хотя кнуты успели полоснуть его поперек лица, прыгнул вперед, схватил царского коня за узду, остановил царя, народ рванулся, смял охрану, стеной окружил царя. Тихон левой рукой удерживал царского жеребца, правой подавал царю свитый столбец челобитный. Тихон вдыхал крепкий запах конского пота, видел в воршине над собою испуганное лицо румяного юноши в золотой шапке в малиновом серебром кафтане, ему в грудь упирался малиновый расшитый сапог с загнутым носком и высоким каблуком в серебряном стремени. В упор в глаза Тихону глядели другие темно-серые глаза под дугами черных бровей, где страх и смущение мешались с гневом. «Прими, государь, челобитную, просит тебя весь твой народ от мала до велика», взволнованно говорил Тихон, «гибнет народ твой, государь, великие труды несет он и даже не сыт, великая сила народная гибнет, труды его ни к чему, не погуби народ, ясный свет, государь, спаси нас от Плещеева». Тихон задыхался. Он, молодой устюжский человек, в коротких словах говорил царю то, что он сам видел на бесконечных просторах, которые сам истоптал. И Тихон не чувствовал, как по его лицу катились горячие слезы. «Я разберу, разберу, ладно», забормотал испуганно царь и протянул руку. Тяжелый удар по голове едва не сбил Тихона с ног, он шатнулся, на него на вороном жеребце с ощеренным от злобы лицом наехал Плещеев, вырвал бумагу, разорвал ее. «Есть челобитный приказ, холоп, кричал он, туда ступай, не докучай государю, эй, Кнутов!» А взвыл народ, бросился за уезжавшим уже царем за боярами. Стоявшие впереди не дали закрыть Никольские ворота, и народ ворвался в них, бежал за своим царем по Большой Кремлевской улице. Царь и бояре доскакали до золотого крыльца, свалились с седел, побросав коней, кинулись вверх по лестнице, за ними на лестницу взбежал и народ, запрудил ее, стал лицом к лицу с осторожей верха, со стременными стрельцами и с немцами в железе. «Плещеева!» вопил народ, «Давай, Плещеева! Подай, Плещеева!» Царь и бояре бежали в переднюю палату, царь с Плещеевым проскочили дальше в царскую комнату, Морозов был там. Весь дворец содрогался от криков с крыльца, крики, вопли росли, росли, люди под стенами палаты лезли, становились друг другу на плечи, заглядывали в окна, стучали в оконницы. Плещеева в Москву реку под топор Плещеева! В Москве, в Кремле, вновь старым новгородским обычаем бушевало вече, буйное, свободное, народ вновь набирал силы, чтобы рассчитаться со своими обидчиками. «Плещеева к народу!» загремел громовый голос в самой царской комнате. Фигурная оконница с треском вылетела. В окне явилось яростное лицо Посадского в русой бороде. «Царь, выдавай изменника!» Плещеев подскочил к окну, ударом медной черниленки шип дерзеца, тот упал и исчез, но снизу поднялся такой вопль, что царь стал просить Морозова. «Иваныч, Бога для! Пойди утише их!» Только и сказал. И, запнувшись за ковер, косолапо ушел в Маленную. Морозов вздохнул, поднял брови, перекрестился, надел медленно шапку, взял высокую трость, посмотрел вслед царю и вышел. снял шапку, стал на крыльце меж стрельцов в низком поклоне. «Народ!» крикнул Морозов, выпрямляясь, но шапки не надевал. «Поздорову ль, народ!» «Государь указал вам всем разойтись!» «А-а-а-а!» ахнуло тысячи голосов Морозов. «Он!» «Тебя-то нам и надо! Хватай, товарищи злодея!» Морозов едва успел отскочить за тяжелую дверь, задвинуть тяжелый засов. Стрельцы сбрасывали людей с крыльца. «Товарищи!» звенел молодой голос. «Идем в хоромы к Морозову! Не дадим кровопийце нашей крови к изменнику!» Толпа схлынула с крыльца, понеслась по улице, осадила кремлевские хоромы, Морозова повалила ворота, заплеснулась на крыльцо. Вырванным из стына бревном выбили дубовые двери, хватая и избивая морозовских холопей, растеклись по сводчатым расписным покоям. Встречу вбегающему в хоромы народу как раз зазвонили в большом покое стоявшие там диковинные немецкие часы, распахнулись дверцы, вышли, затанцевали мужики и девки, вверху из оконца выглянула кукушка, прокуковала двенадцать раз, на золотой ветке завертелся и запел как живой соловей, и все это само собой, самодвижно, без рук человеческих, чудеса. Народ, задрав головы, рассматривал потрясенно расписные потолки. Там были изображены течения всех планет вокруг солнца, сияли звезды, хвостатые кометы, дыбились медведями, драконами и голыми бабами и мужиками разные созвездия, седобородый, как сам Морозов Господь Бог, гулял по роскошному саду с золотыми яблоками, творил зверей, птиц, людей. На стенах висели диковинные картины, немецкие города, чистые, как монастыри, гордые голые лица немецких мужиков, в стальных доспехах высокие, все в парусах корабли, стояли золоченые фигурные невиданные кресла, стулья. На полках тяжелые книги в кожаных переплетах, писанные не по-нашему, золотая и серебряная посуда переполняла поставцы, полки на стенах, медные и серебряные многосвечные шандалы и стоячие и подвесные сверкали на солнце, лавки были крыты, шитыми шелком суконными половушниками. Первым в палаты Морозова ворвался нищий, старик-горбун, на двух кривых суках вместо костылей, поскользнулся на гладком полу, упал, ушиб ногу и жалобно вопил. Ой, ой, господи, помилуй, убил меня, проклятый боярин, убил до смерти. С полу горбун искоса сквозь космы упавших на глаза волос рассматривал хитрое богатое убранство. За ним бежал с топором в руках хамовный ремесленник Максим Сувоев, остановился, и его чуть не сбил поток несущихся за ним взбешенных людей. Вот какова она, эта сладкая жизнь боярская, за которую продают черту душу. Вот их райское житье, вот на что выколачивали из народа батаги на земском дворе. Душа оскорбленного униженного человека горбилась злобным ощеренным медведем, готовилась зареветь. Народ рвался вперед во внутренние покои, слышались удары топоров, громивших морозовскую опочевальню в щепы, разносивших пышную кровать молодоженов, что подарил своему любимцу царь Алексей кровать покойного царя Михаила. Два посадских уже сбили замок срезного дела подголовника, вытащенного из-под пуховых подушек, из ящика сыпались самоцветы, жемчуга, алмазы. Из разрубленных подушек взлетал легким облаком нежнейший гагачий пух, и толпа рвалась дальше, рубила дверь в боковой чулан. Дверь вылетела, пронесся истошный женский вопль, мимо могутного посадского, занесшего топор, выскочила к толпе, упала на пол простоволосая молоденькая Анна Ильинишна Морозова, жена старика Морозова. — Люди! — кричала она, — берите все, молодость мою пожалейте. Отчаянно заламывая белые руки, Морозова ползла на коленях. — Нет мне жизни со стариком дьяволом! Пожилой сутулый посадский подошел к боярине, поднял ее и махнул топором на толпу. Не замай православные! То царицына сестра, пусть ее живет, не сладко ей со старым хреном, а того, что награблено здесь, натаскана в нору старым барсуком, мы не оставим и в помине, круши все, что неправедно нажито. Срыдающие Анны Ильинишны сорвали драгоценности, топтали, дробили их обухами топоров, перемяли весь усыпавший полы жемчуг, перебили все немецкие и итальянские зеркала, перерубили золотую и серебряную утварь, скатерти, пологи, половошники, одеяло, шкафы, столы, даже иконы в богатых окладах, высадили все оконницы, чтобы ничего не оставалось боярину. Народ гудел, бушевал на дворе, в боярских погребах, разбил, разрубил все бочки с вином, с медами, с пивом, люди напивались и зверели. Вытащили из клети жалованную хозяину царем серебром окованную карету, изрубили ее топорами, и, слушая, как звенели хрустальные стекла, смеялись, Люба! Наливаясь местью, толпа становилась все грознее, молчаливее. Трое холопей Морозова, пытавшихся было защитить боярское добро, легли на месте. И когда зеленый двор был весь завален изломанными, разбитыми пожитками Морозова, когда толпа яростно рубила остатки его кареты, закричали вновь, народ, бежим к чистому, к Назару чистому, в соседях рядом, давай, Назар, родьяка, чистого, загудели крики, и пламя гнева и мести взметнулось и бешено загудело снова. И как вылетевший и повисший было на дереве тяжелый рой, посидев, взмывает клубом и несется дальше, туда, куда несется его матка, так и народ кинулся из Морозовских ворот на улицу. Двор Морозова опустел. В наступившей тишине слышался только отчаянный плач боярине Анны, проклинавшей своего старого мужа свою злую судьбу до стоны запуганных почти до смерти дворовых девок и баб. «К Назару!» кричал народ в клубах пыли, катясь по улице, потрясая кольями, топорами. «Люба! Люба!» Назар чистый не смог скрыться во дворе царя, как другие бояре. Накануне возвращался он верхом из земского приказу, и конь его, испугавшись бросившейся коровы, понес и сбросил седока. Думный дьяк повредил ногу, лежал дома. Его челединцы все время бегали на улицу, доносили ему, что творится на Красной площади, потом в Кремле, на Большом Крыльце. Когда раздался крик народа, бегущего к его дому, Назар кое-как выбрался из спальни и, ища место, где бы спрятаться, забрался в свою мовню под груду заготовленных березовых веников. Народ разгромил дом, изрубил в лапшу все имущество и, наконец, по указанию перепуганных холопий, нашел-таки и схватил спрятавшегося хозяина. Чистого сволокли на двор за ноги, окружили, разыскали батаги и батагами разбили ему голову. «Вот тебе за соль, вот тебе за провежи!» кричали люди, толпясь вокруг трупа, вытягивая шеи, чтобы получше разглядеть своего бессильного ныне врага. Толпы москвичей разнесли дом окольничьего Траханиотова, спрятавшегося во дворце. Боярин Морозов, как начальник стрелецкого приказа, приказал всем стрелецким полкам бежать из стрелецкой слободы в Кремль, разгонять народ, но шесть тысяч стрельцов отказались. Сами они были черным народом, сами они работали, пахали землю, торговали на торжках, несли сверх того и царскую службу. «Драться против народа не будем, не будем оборонять бояр», кричали стрельцы на сходках в своих полках. Мы за правду. Разгромы боярских домов продолжались. Дома разбивали и грабили по всем посадам. Кремль держали только стременные стрельцы да немцы. Надо было принимать решительные меры. Часы на Спасской башне отзвонили восемь ударов, то есть полдень. Из Спасских ворот к лобному месту, к народу, московскому, вышло с крестным ходом посольства от царя. Вынесли заступницу Москвы Божью Матерь Владимирскую, вышли митрополит Крутицкий, да архиепископ Суздальский, попы, бояре, во главе с любимцем народа, боярином Романовым, Никитой Ивановичем, дядей царя, однако многотерпевшим от Морозова. Никита Иванович, сняв шапку, вежливо поклонился бесчисленному народу на все четыре стороны. Народ, умолял боярин, утолись миром, государь наш Инда занедужил от толикого несчастья, обещает вам царь, что сам разберет все дела, даст он народу все, чего нужно по правде, только смирись, народ. Добро кричали в народе, мы смиримся, боярин, пусть государь выдаст нам наших врагов головой, наших обидчиков да мучителей, пусть казнит на наших глазах Морозова, Плещеева, Траханиотова. Народ, с надсадой выкрикивал Никита Иванович, махая шапкой, в Москве ни Морозова, ни Траханиотова нету, убежали они, я пойду все-таки просить царя, пусть он укажет, спасибо народ, что вы верны царю, я иду. Гудел, волновался народ, да Никита Иванович скоро принес ответ, народ, кричал он, ворочаясь во все стороны, царь выдает вам всех троих злодеев, Плещеева берите хоть сейчас, а до стальных боярина Морозова и Траханиотова как сыщутся? Палача, вскричал народ, палача зови, послать за палачом. Одни бросились за палачом, другие же, у кого были кони, поскакали рубахи на спине пузырем, на подмосковной дороге хватать беглецов Морозова и Траханиотова. «Ведут палача, палач идет!» закричали на пожаре, потом ближе. Пожар, площадь перед Кремлем, часть нынешней Красной площади. На лобное место вышел, поклонился народу, палач в красной рубахе, подпоясной кнутом, с топором за поясом на спине. «Люба, Люба!» кричала площадь, «иди за Плещеевым, веди сюда». Палач пошептался с Романовым, отправился в Кремль. Не прошло и четверти часа, как под охраной стрелецкой полусотни палач из пасских ворот вывел на веревке связанного Плещеева. Тот шел, не подымая низкоопущенной головы. Народ ревел, словно море в бурю, бесчисленные москвичи, все, кто стаивал на Плещеевских провежах, загудели, ринулись вперед, разбросали стрельцов, вырвали Плещеева у палача и батагами забили его до смерти. Голое тело Плещеева волочили из конца в конец по всей Красной площади. Многие лета государю, кричал восторженно народ, так будет со всеми ворами, всех и с толчом. Высокий худой монах прорвался из толпы к трупу, топтал его рыжими сапогами, словно плясал, выхватил у кого-то из рук топор, отрубил Плещееву голову. Вот он, поднял он голову за волосы над толпой, вот он, а помнишь ли ты, пес, как ты меня без винно высек, кричал он окровавленной голове. А Морозова действительно в это жаркое время в Москве уже не было. В смирном платье он тайно выбирался из Москвы. Однако у ворот земляного города его опознали ямщики и извозчики, с которыми он, хозяйская душа, торговался, нанимая лошадей. За ним погнались, но Морозов ускользнул от погони и пробирался теперь тайно в Кремль. Не было в Москве и Траханиотова. Он быстро получил назначение воеводы в Устюжну Железную, получил уже проездную грамоту и с облегченным сердцем скакал по Ярославской дороге. Но народ на Красной площади вот-вот должен был узнать о задержании Морозова, о том, что он в Кремле. Нужно было отвлечь от него внимание народа, и на площадь, во главе полусотни конных стрельцов, вынесся из-под пасской пасской башни князь Семен Михайлович Пожарский. «Народ!» кричал он с лобного места. «Царь указал мне нагнать окольничьего Траханиотова и выдать его тебе, народ!» «Люба!» бушевал народ, «Люба!» «Многие лета государю!» В это же время на Петровке вспыхнул пожар. Огненным дыбным клубом покатился по белому городу, выгорели все избы черного люда на Петровке, Дмитровке, по Неглинной до Причистинских ворот, выгорели избы и за Никитскими воротами, за Смоленскими, весь Арбат, Остоженка. Всю ночь бушевало грозное пламя в Москве, высоко стало зарево над Кремлем и посадами, а кругом московская земля, словно свет, зажгла на лесных своих холмах ясные купальские огни. Шла ночь с 23 на 24 июня, ночь на Ивана Купалу. Это горели древние костры, зажженные огнем, добытым через трение старого колеса на сухой оси, и вокруг костров в хороводах плясали парни и девушки, ожидая утро после хмельной короткой ночи, чтобы песнями встретить восход летнего, торжествующего во всей зрелой силе своей солнца Ярилы. И в раннем дымном утре народ московский шумел невежливо перед царским верхом, требовал выдачи ему врагов Морозова и Траханиотова, уже прямо обвиняя их в поджоге. Красная площадь бессонно ходила волнами, рассказывали из уст в уста, что пожар унялся только тогда, как монах, отрубивший голову плеще его, ночью притащил на веревке безголовый труп Ливонтия Семеновича на Арбатскую площадь и бросил его в пылающий кабак. В полдень стременные стрельцы и немецкие рейтеры оттеснили народ вниз с золотого крыльца. Попы и монахи вынесли на крыльцо хоругви, фонари, иконы, и перед народом вместе с патриархом вышел сам царь Алексей, поклонился народу. Народ сразу примолк, опустился на колени. Молодой взволнованный голос царя было слышно далеко. «Народ православный», говорил царь, «Сердце мое скорбит, что беззаконие Плещеева и Траханиотова принесли такие мучения народу. Вы открыли мне глаза, этому больше не бывать. Будут править народом только добрые, благочестивые люди. Я, царь ваш, буду сам смотреть строго за всем, чтобы везде была правда. Соленому налогу больше не бывать. Провежу за старые недоборы не бывать. Вы получите великие льготы. Я, царь, буду вам вместо отца». Движение прошло волной по народу, били челом, благодарили. «Я обещал вам выдать Траханиотова и Морозова», говорил царь. «За Траханиотовым поскакал князь Пожарский, а выдать боярина Морозова я не могу. Я его не оправдываю, но Морозов не так виноват, как о нем говорят. Нет. Я, царь, еще ни разу ничего не просил у тебя народ, вспомни это. А теперь прошу, исполни же мою первую просьбу. Народ православный, прости вину Морозову. Обещаю, Морозов не будет творить беззаконий. Не хотите, чтобы Морозов был моим царским советником? Ладно, не будет. Соберем собор всей земли на совет, а Морозов уйдет в монастырь, пострижется. На земском соборе будет воля народная. Одного прошу у вас я, царь ваш, не принуждайте меня выдать вам на смерть того, кто был мне вторым отцом, он же меня растил, воспитывал. Народ, пощади, молю, Морозова, Бориса Ивановича. Царь заплакал, опустился на колени перед народом. Народ растроганно молчал, и вдруг помалу, словно ветер зашумел над великим собранием. Бог пусть хранит государя, говорили между собой, кричали московские люди, махали шапками, трясли высоко поднятыми топорами и кольями. Многие лето государю, пусть будет, как того хочет Бог великий государь до всея земли. Собирай земский собор, государь. Царь Алексей, а с ним все бояре кланялись народу большим обычаем, благодарили за милость. Траханиотова везут, вдруг закричали в народе, привезли на земский двор, народ, бежим на земский двор, Люба, Люба. Народ кинулся от царева верха, торопясь, сшибая с ног друг друга. У раската под двумя пушками перед земским двором палач обезглавил окольничьего Петра Тихонча и высоко поднял его капающую кровью голову. Морозов-то был спасен. И на следующий же день с большим обережением в сотню стрельцов выехал с молодой женой Анной в Кирилло-Белозерский монастырь на Белом озере. Соляной бунт утихал, добившись земского собора. Уставив локти на стол, зажав руками голову, Тихон во второй день соляного бунта сидел у стола в кабаке на балчуге, смотрел в мерный ковш, пахнущий сивухой. В кабаке пусто. Целовальник то и дело подойдет к двери, выглянет, не идет ли кто? Нет, не идет. Да и прохожих мало, весь народ на Красной площади у царева верха. Смутен и целовальник перфишка ежов, торговли-то нет, убыток царской казне, как бы отвечать не пришлось. В кабаке всего два петуха, один без денег, другой, видно, пить не привык. Вчерашний весь день просидел в кабаке Тихон, слушал, как над посадами со всех сторон били тревожно набаты, черный дым с отблесками пламени шубой висел над Москвой. Тихон травил, топил свое горе в свирепой водке. И собственная обида Тихона разгорелась в нем вместе с пожаром. Мечась по городу с народом, Тихон искал князя Ряполовского. А кого спросишь, кто укажет, ежели все люди обезумели от собственной обиды, себя не помнят? У чертольских ворот на Причистенке горели пожары, а недалеко на Волхонке огня еще не было, высокие старинные сады баранили боярские дома за крепкими тынами. Туда и побежал народ с криком к Ряполовскому, к князю боярину. Впереди, как добрый конь, несся высокий чернец с топором в руках, с тем самым, которым он рубил голову Плещееву. Монах закоптел до черна, вымазан в крови, волоса из-под скуфьи, завесили страшно сверкавшие непроспавшиеся глаза, рядом с монахом бежал скуластый стрелец в красном кафтане, в красном колпаке с опушкой лисьего меха, с бешеными черными глазами, глубоко запавшими в череп. «Кряполовскому», хрипел стрелец, «князю, я его знаю». Словно кнут стременного стрельца опять стегнул этот крик Тихона, и Тихон бросился за чернецом, вмешался в несущуюся толпу, дышавшую потом, чесноком, луком, водкой, налетел на бурые вырезные ворота под крышей, где горел фонарик перед медным складнем, трясли ворота, дубовые створы не поддавались. «Православный я, разобьем дьявола во гнездо, бревном, бревно сюда, бревно возьмет». «Чьи холоп собрались?» осведомился, подбегая молодой посадский и, подхваченной на земле палкой деловито, хлестнул по фонарику. Тот зазвенел жалобно. «Не все одно чьи, все боярские», отозвался мужик в белой рубахе без пояса с расстегнутым воротом. «Ломи его, я его знаю, князя Ряполовского, ворога-грабителя, холмогорского воеводу!» Словно огнем жгло Тихона, все помутилось в глазах. «Здесь он, он!» Подплывало к воротам над головами высоко поднятой на руках трехсоженное тяжелое бревно в черной земле в зеленом мху. Оно надвинулось раз, другой, размахнулось, грянуло в ворота, те дрогнули, подались, еще удар, распахнулись ворота. И, как река через прорванную плотину, хлынул на зеленый двор народ. Хоромы княжьи были невысоки, ладны, по фигурной крыше катали свои плети плакучие березы, во всех концах двора стояли усадебные избы. По двору разбегались, лаялись собаки, кудахтали, метались куры, княжьи холопы совались в клети, лезли в подволоки. Одного молодца узнал Тихон, он видел его тогда в лунную ночь на берегу Сухоны. «Аньша здесь!» Колесом неслось в голове Тихона. Он, Тихон, пришел сюда не один с народом. Народ будет судить князя, судить как хозяин за измену правде. Тихон с толпой взбежал по лестнице на крыльцо, распахнулась дверь, пробежали большие сени, остановились перед зверями в горницу заперто. «Отворяй!» грозили голоса. «Не то!» Топоры расклеивали дверь в щепу. Дверь вылетела. Тихон вбежал в большую горницу, сукно на полу, стены ухетаны цветной шерстью, три оконницы в узорах, в круглых денежках, в цветках, с потолка свист железный подсвечник кованый, с морозом сундук, с шатровой крышкой, под окнами полки на стенах с фигурной посудой, в углу крестясь, бормоча молитву, а полоумела полуслепая старушка в сарафане. «Где ж она?» В криках, ударах, в звоне металла и дребезге стекла Тихон проскочил в другие двери, раскрыв их пинком ноги. Он ничего не думал, он просто словно всем своим телом ждал увидеть его, стать лицом к лицу с ним, с князем Ряполовским, стать перед народом, схватиться с ним, как равный с равным, как Тихон с Васильем за Анну с топором против сабли. За дверью князя не было, были двесенные девки с круглыми от ужаса глазами, что крестя спятились перед ним к большой кровати с богатой постелью. За постелью перед иконами молилась женщина с покрытой головой. «Анна!» позвал Тихон. «Анна!» Женщина повернулась к Тихону, смотрела. Потом поклонилась, выпрямилась, опять смотрела, скорбная, в величии жгучей бабьей красоты. Черный низкоповязанный плат закрывал лоб, лицо стало матово-бледным, огромные скорбные глаза сияли, как свечи и как рано олели губы. Анна похожа была на Богородицу, что смотрела из-за ее плеча. Тихон стоял перед нею в пыли, в глине, с лицом прокопченным дымом пожара, взломленной назад шапки, весь в зареве бушующей ярости, обиды, не совершившейся утраченной любви. Он был не тот, которого она знала раньше. Там, на берегах лесной двины, сильный, простой, как могучий дуб на поляне, жалок он был в своем гневе. Да и она, Анна, была уже тоже не та. Словно лампада за длинную зимнюю ночь неудачи обид выгорела дотла ее душа. Как два голубя они любили друг друга, любили просто и ясно. Они хотели свить гнездо, чтобы бросить жизнь дальше, а злые люди разлучили их, сломали их жизнь, разбили ее, как стекло. На земле встретило их зло, потопило Анну в неизбывном горе, разожгло в Тихоне, огнепальный гнев обрекло их на муки. Аниша хотел было сказать Тихон, но имя это не сошло с языка, сошло другое — княгиня. Народ ворвался в постельную, но сразу, сердцем учуя вдвойное горе, что горело невидимым пламенем между Анной и Тихоном, остановился, замер перед скорбящим лицом красавицы. Помнишь ли ты меня? — выговорил наконец Тихон. Помню, Тихон Васильевич, помню, свет моих очей, все помню, все, услыхали все грудной сильный ласковый голос. Народ закричал вдруг Тихон, обернувшись назад. Вот Анна, невеста моя, схитил ее у меня князь Ряполовский. Ни дом мой, ни добро мое, душу мою похитил злодей. Народ, скажи, что делать? Вот отымаем мы у бояр все, что они схитили неправдой. А что делать мне с нею, с душой моей? Кто-то обнял Тихона за плечи, заглянул ему в глаза своим закоптелым, морщинистым лицом, улыбнулся. Тихон глянул, чернец тот самый. «Ты чего ж нас спрашиваешь?» молвил он. «Ты ее спроси, ее?» махнул он кровавым топором на княгиню. «Уйдешь со мной, Анна!» шепнул ей Тихон, протянув обе руки. «Домой, к студеному морю. Чего молчишь? Где муж твой? Народ-то волен овдавить тебя?» «Не знаю я, где супруг мой», выговорила Анна. «А народ волен и в жизни и смерти». «Уйдем же!» хватал ее за руки Тихон. «Как отвечу, Тихон Васильевич?» шепнула Анна и крикнула отчаянно. «Я ведь в законе венчанная я! Любила я тебя, Тихон, и люблю, да мужняя я жена, перед Богом обещалась. В Сибирь уйдем, Анна, в Сибири выдачи нету, в леса темные, на синие реки». С каждым его словом Анна сникала все ниже и ниже. «Убей не могу тише, паншины мы, ежели такова моя доля Божья воля, так тому и быть, в аду гореть». Еще ниже сникла Анна, как вялый цветок. «И не праздно я уже тишенько», шептала она. Простой народ оцепенел подавленный, дождем пролилось на него человеческое горе, горе-горькое двух сердец, рвавшихся друг к другу, крепкой любовью обреченных на вечную муку. Тихон опустил голову, уронил обе руки вдоль тела, загремел, падая топор. Стрелец в лисьем колпаке скакнул вперед, «Уйди, княгиня, от греха! Не ровен час, народ, круши все!» И ударом сабли располосовал княжью постель. Анна вскрикнула, закрыла лицо руками, синые девки с воплем подхватили ее под руки, вывели из постельной, уволокли, спрятали на погребце. Одиноким деревом Тихон стоял среди народного урагана, бушевавшего в ряполовских хоромах. Очнулся, кто-то прыщет ему в лицо водой. Перед ним снова стоял тот чернец, держа ковш с крестом нарезной ручке. «Ишь, как обумлел сердешный», — говорил черный человек с доброй улыбкой, зубы его сияли. «Баба жжется» «Или через бабу переступить не можешь? Дерзай, братья!» Армагеддон впереди великие испытания, враги встают на Русь, иди, братья, трудным путем. Не понимая слов монаха, сердцем чувствую теплоту сочувствия, шатаясь, вышел Тихон со двора, побрел к Москве реки. Июньский день сиял, блистали кремлевские соборы царев вверх, но все казалось словно прикрытым черной фатой. Народ стал далек, душа пуста. Он, как глухой, ничего не слыша, перешел мост и оглянулся на болоте. Над черной большой избой с двумя заплатами, пристроением на высоком шесте торчала рыжая елочка, висела сулейка. Страшен был царев кабак, а делать нечего. Тихон толкнул дверь пустом. Первый ковш Тихону принес сам целовальник, ерышки кабацкие тоже поразбежались. От того первого в жизни ковша все закачалось перед Тихоном, черные стены с паутинами ушли прочь куда-то, остались только очи спаса милостивого, невозмутимо сиявшие в полутьме, узнавшему горе и тяготу земную человеку. Тихон сидел в кабаке до ночи пришел в кабак и сегодня с утра. Крики, вопли, брань, дым и пепел пожара, измолотый труп чистого, безголовый плещеев ровно и не бывали. Тихон Васильевич, ты раздалось над ним. Тихон приподнял тяжелую голову, над ним склонилось белозубое улыбающееся лицо. Ульяш? Тихон Васильевич, вторые сутки ищу тебя по Москве. Дяденька Кирилла Васильевич с ног сбились. Думали уж тебя в земский приказ взяли или убили где до смерти. Пойдем домой, Тихон Васильевич. Из Устюга письма пришли. Батюшка тебя домой требует. Ищем, ищем, а он вон где. А где ж ты ночь изволил гулять? Тихон поднялся из-за стола уже спокойный, крепкий, как яровая сосна. Осмотрелся, схватился за голову, вспомнил мутную хмельную ночь в стрелецкой слободе устьку стрелецкую женку, утреннее солнце в малой горенке. Рукой провел по лицу. Идем домой, Ульяш. Спасибо, что нашел. Всему этому конец, тихо сказал Тихон, поднимаясь со скамьи, повторил. Конец. Глава тринадцатая Ночные мечтания Новоспасский монастырь староже московская крепость стоит в зеленых от луны стенах высоко над Москвой рекой. Тонет монастырь в горячую эту июльскую ночь в старых деревьях. Золотой купол Преображенского собора выше самых больших берез горит свечой над склепами лежащих там бояр Романовых. Тихо. Скрипнула дверь, по плитам двора стучат пудовые сапоги привратника отца Анкудима, огонь фонаря ползет на колокольню, колокол отбивает время, полночь. В своей келье на жестком монашском ложе лежит архимандрит Никон, полный сил. Лежит он не так, как положено по уставу монастырскому, скромно укрывши все тело до шеи. Лежит навзничь, богатырские руки закинуты за голову, борода всклокочена вверх. Красная лампада напротив освещает большой образ Христа, царя царей, восседающего на престоле в золотом облачении в архиерейской митре с евангелием в левой руке, могучей десницей благословляющего вселенную. Грозно лицо Христа, строго сдвинуты брови, видна во всем сила и власть Божьего Сына, царь. Никон не спит, мысли летят в голове ровно чайки над родной Волгой. Или впрямь правду нагадал, наворожил ему Никону тот мордвин, что вышел внезапно на весеннюю поляну, где мальчик Никитка заслушался кукушки, обещавшей ему долгую-долгую жизнь. Хром лядащ был ведун, зеленым льдом светились из-под серых бровей косые глаза, седые волоски шевелились у тонких губ, облепивших беззубые десны. «Быть тебе, молодец, царем!» прошелестел старик, а то и поболее. И стал уходить, шатко переступая по цветкам белой рубах, портки, анучки. Вот он, мальчик Никитка, стын крестьянина Мины из села Вальдеманово, вотчины стольника Зюзина, Григорь Григорьевича, стоит в своем дворе, громко плачет. На него топочет ногами, словно бревнами, в белых анучах, в липовых лаптях мачеха, в рогатой кике, бусы трясутся на толстой груди. Злые у мачхи глаза, жила бы сосвету мальчишку, только отеца спасает. И сует как-то поутру отец в руку Никитки полтину денег, сам плачет, уходи, молод греха, забьет она тебя сиротку. На медне чего сделала? Мальчонка в печку залез, ну, погреться, она и затопи печь. Отец спас, дрова повыкидывал из печки с огнем, вытащил сына. И ушел двенадцатилетним сироткой Никитка из дому, ушел в монастырь Макария Желтоводского, в темный лес на трудную жизнь. Лесные русские пустыни — это неславные синайские, египетские, сирийские, палестинские пустыни, что описаны в житиях святых. Там каленые рыжие пески, скалы, развалины засыпанных богатых городов, убежище львов, гиен, шакалов да змей. Туда бежали люди от шумной соблазнительной жизни больших городов, от дьявольской красоты, распутного богатства, от власти бушующей плоти, чтобы обуздывать, укращать себя. Русские же отшельники уходили в лесные легкие свои пустыни не мучить плоть, а строить на этой земле светлую мирную жизнь. На Руси ведь не палящий знойный юг, а тихий прохладный север. Эти лесные пустынники знали твердо, что самый первый, самый тяжелый грех — это уныние, когда человек думает, что Бог его забыл, что ты никому уж не нужен, что все, что кажется тебе добром, только мерзость, и нет тебе, человеку, никакого выхода спасения. Когда мальчик Никитка, оплакивая разлуку и радуясь освобождению, пришел в тот монастырь, там стояло несколько избушек, где жил тринадцать человек братьев, да еще одна изба побольше под крестом на крыше храм. Никита учился у старца в грамоте, пенью, письму, чтению, крепко работал, корчевал пни, пахал пашню, проходил трудовую школу и вместе с тем школу жизненного подвига. Никита пробыл там пять лет, вернулся в родное село могучим юношей, схоронил скоро всех своих, женился, стал деревенским попом в девятнадцать лет, жил счастливо, немудро, любимый паствой, перебрался на приход в Москву. В Москве поп Никита схоронил одного за другим всех ребят. Потрясенный непрочностью земного счастья, уговорил он в отчаянии жену постричься, а сам побрел на Соловки, где и принял монашество с именем Никона. В студеном Белом море, на острову, в белокаменных стенах стоит славная Соловецкая обитель старого новгородского строения, покоятся там ее строители Зосима и Савватий. Блещет она золотыми куполами, белеет стенами да башнями, стелет над морем густой звон, крепкие ее здания, богатые ее трапезные, где в праздники кормит обитель по пять тысяч гостей богомольцев, и всем хватает. Поля и огороды монастыря вспаханы разумно, за леском, чтобы всходы не зазябли. Кузница стоит большая, ставили хлыновские богомольцы, монахи да трудники, куют здесь день-день скойнажей, топоры, косы, серпы. Трудники монастырские работники, из Кемского уезду, из ржавых болотин. Шумят рядом ручьи, стоит мельница, что крутит точила, точит монахи тут по триста кос, четыреста пятьдесят топоров, тысячу ножей в день. Неподалеку дом в два жилья каменной своего камня. Кожевенный завод выделывает шкуры, коровьи, оленьи, тюленьи, нерпичьи. Это на непромокаемую одежу соловецким славным рыбакам. Рыба соловецкого засола знаменита по всей земле. Весь большой остров изрезан каналами между пятьюдестью его озерами. Тяжести по воде двигать куда легче. Есть подель строят рыболовецкие суда, есть сухой док для их ремонта. Подель верфь. Кирпич дает для строек свой кирпичный завод, работают и в нем спора, молча, разве псалом запоют. Все это монастырское хозяйство заведено было еще при игумене Филиппе, том самом, что задушен был малютой с Куратовым по приказу Ивана Грозного «Не учи царей правде». Литописец Соловецкий так повествует об этом деянии игумена Филиппом. При Филиппе игумене разведены на острову олени да коровы, поставлены на промыслах соляных в колем же два црена, да потом еще два, да на луде стали варить соль же. Црен большая сковорода для выпаривания соли. Да еще Филипп игумен мельницы делал, до ручьи копал, к мельницам воду подводил всюду, до дороги делал, до двор коровий великий поставил в мукосельмах, да и на бараксе двор поставил на кирпичное дело, печи до амбары. Да, сделал Филипп игумен наряд. Веет и рожь мехами водой силой мельницей. Да допреж того глину на кирпич копали люди, а ныне валом. Один пашет, что допреж многие люди копали. И глину на кирпич мяли руками людьми, а ныне мнут конями. Да и пристройке на церковь воротами кирпич подымают, и брусья, и известь, и всякий запас подымают конями же. Разумный хозяйственный порядок учредил в монастыре игумен Филипп, и убиенный положен он был там же наблюдать за ходом дел своих, чтобы люди всегда молились, днями работали, вечерами учились хорошему и полезному. И видит, знает Никон дела мученика митрополита. Завести бы такой порядок не в монастыре только, а по всей земле, чтобы игумены правили вместо воевод, чтоб сам царь слушался божьей правды. Однако жить в большом монастыре среди трудов и братьей не стал Никон, любил он уединение, надо было ему вынашивать свои мысли. Ушел он ванзерский уединенный скит на другом высоком острову Соловецкого архипелага, поставил сам себе избушку среди болот, в безлюдье шесть дней молчал, а в субботу шел в скитский храм, куда сходились другие отшельники. Всю ночь на воскресенье пели черницы псалмы, утром служили обедню и расходились в безмолвии. Полтора года прожил тут Никон иеромонах, копил в одиночестве великие силы да огненные мысли, да обидел его начальный старец скита, лазарь сделал ни по его, ни по Никону. Вспыхнул впервой Никон могутным гневом, однако задавил гнев в себе, только ушел из скита, с малого Анзерского острова. Уже была ему нужна широкая земля, потому что силы в нем росли. И как некогда отважный Юлий Цезарь, в утлой лодье сам друг с безвестным спутником в ночную бурю пустился Никон через море и победил. Выкинуло море лодку на берег, и Никон направил свои стопы в обитель на острове на Кожоозере. Нищ и убог явился Никон туда. Ничего не имел он, кроме двух богослужебных книг, которые он и вложил в монастырь, как необходимый при поступлении в обитель вклад. Обитель Кожоозерская была бедна. Незадолго перед этим в пожаре сгорели два храма, зато люди в обители были сильные. Никон стал подначало к отшельнику и подвижнику Никодиму, в прошлом московскому ремесленнику кузнецу, что уже тридцать шесть лет пребывал в затворе. Были в монастыре же пострижены львовы, брат Боголеп, в миру боярин Борис Львов, да его родной брат, в миру думный дьяк Григорий Львов. Люди опытные в мирских и государственных делах, с которыми подолгу беседовал Никон, приходя из лесного уединения. Братья монастыря скоро увидела, что в ее ряды стал сильный духом человек, и когда обитель овдовела, скончался ее настоятель, избрала своим игуменом Никона. Игумен Никон стал хорошим в самом уединении, он всегда же стремился к тому, чтобы быть первым, чтобы править. Кожазерский монастырь процвел в его хозяйских руках. Прибыло число братьев, братья Львовы внесли крупные вклады. Царь Михаил прислал в дар монастырю псалтырь в серебряном окладе, а главное пожаловал царь монастырю в водчину, деревню с полями, лугами, рыбными ловлями, да еще рыбные ловли на озере Онега, да право каждый год покупать в Вологде и Каргополе соли две тысячи пудов беспошлина. Пышными, строго уставными стали церковные службы в монастыре. сладко, сладко, красиво зазвенело пение, до всего доходили заботы крепкого игумена, и сам он жил чисто, как свеча перед Господом, и слава росла о нем не зря по всем окрестным селам, озерам, монастырям. Лютой снежной зимой 1646 года был игумен Никон вызван в Москву. Москва согрела его сердце. Кипучей жизнью жили ревнители благочестия кружок протопопа Степана Ванифатьева царского духовника, а Ивана Неронова протопопа знал Никон еще по Макарьевскому монастырю. Пышен стал царский двор, росла торговля, крепла Сибирь, все время шли со многих земель посольства в Москву. Нужно было поднимать церковь, молодой царь только и думал об этом. Румяным морозным утром протопоп Иван повез игумена Никона в своих санках в Кремль к царю. Никон всю дорогу молчал, слушал наставления, как говорить с царем. Волосы из-под скуфьи посидели от мороза, а в царской передней и в комнате сладко пахло березовыми дровами, мехами от боярских шуб, муравленные затейливые печи, топленных жарко дворцовыми истопниками, чисто протерты, сияли лампады перед образами. И государь-то молоденький, в курчавой бородке, чернобровой, румяной, улыбающейся белозуба, в красной рубахе с низным жемчугом воротом, красивый и смущающийся, как девушка, подошел к Никону под благословение, поцеловал, девясь на богатырскую руку, поднял на монаха серые большие глаза. Перед царем стоял могучий гигант черноризец, широкоплечий, некрасивый, долгоносый, с бородой и веником, закрывающий шею, с острым взглядом зелено-серых глаз, что годами одиночества прикованы были к иконам, глаз одинокого отшельника, насквозь видящего людей, жившего в темном лесу, в избушке, куда приходили звери, человеками медвежьего склада, человека воли и силы на пятом десятке лет трудной подвижнической жизни. Кругом стояли бояре в парчах да шубах, хитрые, умильные, дышало березовое тепло печек, мягкие ковры скрадывали шум, придворный протопоп заглядывал в глаза и улыбался царю так, что даже юноша-царь уже давно понял, что нельзя таким лицам поручать своей царской воле. А великан говорил твердо, сильным медвежьим голосом, как труба, будто Русь, крепкое православное царство, что она объединит все земли, нужно только изгнать из нее пороки, укрепить добродетели, почитать церкви. и у царя сладко кружилась, плыла в мечтаньях голова. Было теперь, кому все это делать. Так в то морозное утро взошла над Москвой, над московским народом, заря богоизбранной, богомудрой двоицы, Алексея юноши, да Никона старца, царя и патриарха. Не вернулся больше Никон Игумен в свою лесную каменную глушь на Кожеозеро. Патриарх Иосиф живо возвел его в Сан-Архимандрита, что означает начальник пещер. Так стал Никон настоятелем Новоспасского монастыря. С торжеством Никон надел себе на голову впервые золотую Митру или исполнялось предсказание колдуна. Царь приказал новому Архимандриту каждую пятницу рано утром бывать в Кремле, присутствовать при его царя вставании для душеполезной на дела вдохновляющей беседы. Царь и сам часто бывал в Новоспасском на могилах Романовых и всегда беседовал с Никоном. Быстро подымался бывший мальчик Никитка, прокладывая себе дорогу словно в дремучем лесу среди хитрого себелюбивого боярства. Среди дворцовых интриг при молодом нестойком впечатлительном горячем юноше-царе легко погиб бы Никон, если бы не сумел укращать своей бешеной крутой воли, обуздывать до времени своей властности, являясь в образе тихого ходатая народного. И Никон печалуется о несчастных, о вдовах, сиротах, просит за обиженных воеводами, судьями, и просьбы его перед царем всегда успешны. Никон после беседы с царем сидит в боярской думе, где он осторожен, умерен во мнениях. Его советы всегда бесспорны, не могут они быть неприняты, не могут вызвать отказа. Это он, Никон, настаивает на отмене соляного налога, налог тот ведет явно к бунту. Это он, Никон, против страшных кабаков. И с Никоном за Никона все, кто смеет болеть душой за народ, за землю. Слава широкими кругами расходится вокруг Никона, он становится первым среди ревнителей благочестия. За него истряпчий царя Федор Михайлович Ртищев, что каждое утро и вечер одевает и раздевает царя, запросто беседует с государем. А Ртищев православный человек, он плачет, читая жития святых, и вместе с тем он просвещенный образованный человек, знает польский, латинский, греческий языки. Ртищев смелый человек, спорит с иностранцами, католиками и лютеранами о вере. Он головой за Никона. За Никона и горячие ревнители благочестия, простецы, протопопы, что живут вне Москвы и болеют душой о том же самом и Данила из Костромы, и Логин из Мурома, и Лазарь из Романова, и Никита Добрынин, и Ясноглазый, огнепальный богатырь, поп Аввакум с Волги. И через кружок ревнителей, через восхищенного царя, властью престарелого патриарха Иосифа, Никон энергично помогает через церковь всем, кому может, даже земскому двору. Он заботится о благочине Москвы. Перед Великим постом 1646 года 16 февраля по церквам читается патриаршье послание к верующим, написанное по совету Никона. Пост, время свято, проводить пост следует без пьянства, ходить в церковь, в храме стоять с благоговением, в молчании, в любви, без перешептывания. Папы должны служить в полном облачении, не выпрашивать во время служб милостыни под страхом запрещения, а те миряне, что не будут поститься и исповедоваться, будут преданы патриархам царю для казни. Через год, тоже перед постом, было выпущено другое послание, уже гражданского порядка, заканчивать работу, закрывать лавки, торги, службу в субботу за три часа до ночи, то есть до захода солнца, с первым звоном к вечерне, и не работать до пятого часа дня в воскресенье, так же и в господни праздники. Зимой закрываться за один час до захода солнца, а работать на следующий с четырех часов. Во время крестных походов не торгует и не работает вся Москва. Слава пошла среди народа о стройной чинности богослужений в Новоспасском монастыре. Но этого мало. Весь народ московский любит пышные зрелища, царь тоже любит пышность, она укрепляет его власть, славу и силу. Пышность укрепляет обаяние государства. Борис Иванович Морозов тоже был за пышность, она сдерживает буйность народа. И все поддерживали в этом Никона, который создавал пышные зрелища. Еще недавно зимой вся Москва встречала во главе с царем да патриархом у Яузских ворот образ чудотворного Спаса, нерукотворного из Хлынова, икону поставили сперва в Успенском соборе, а потом, когда был отстроен собор в Новоспасском, поставили ее туда. Приехало тогда же посольство с Украины на Москву, просит помощи Богдан Хмельницкий Гетман против поляков. И старая идея объединения православных земель Украины и Белой Руси под Москвой снова звенит в разговорах молодого Ртищева с юношей царем. Она воодушевляет и ревнителей благочестия, надо только, чтобы на Руси для этого был сильный духом владыка-патриарх. Никон не может заснуть, мысли все шире, все увлекательней, бурей гудят у него в голове. Садится он на постели и молиться не может, душна июльская ночь. С месяц тому назад в Кирилловский монастырь на Белое озеро увезли под надежной охраной сотни стрельцов Бориса Ивановича Морозова. Уехал сильный человек. Один изо всех бояр, только Морозов, смел на него, на Никона, глядеть с легкой ухмылкой. А теперь нет Морозова, все свободно. Ежели он Никон облегчит народ от налогов, от провежей, прославит его народ, побежит за ним. О, Никон знает народ. Народ дитя, власть церкви для него выше всех властей, а патриарх глава церкви, он выше царя. Сказывают в Европе папа одного короля проклял, отлучил от церкви, так тот небось пришел к воротам папского замка босой по снегу с веревкой на шее врубище нищим, смирился гордец перед молнией божьего гнева. А царь Алексей мягок не посмеет пойти против Бога. Эх, управил бы я землей, как бы мне в руки такую власть, думает Никон. Чув ворота застучали, фыркает конь, слышны голоса, гремят затворы, торопливы шаги по лунному монастырскому двору. Господи, помилуй, что случилось? Стук в дверь слышен голос отца Нифонта, служки. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Архимандрит Никон уже набросил кафтан, встал под образа, «Аминь», возгласил он. Дверь со скрипом отворилась, в руке Нифонта блеснул поднятый фонарь, стало видно, как, согнувшись в поклоне, входит в малую келью боярин хитрово, веселый, румяный, борода бобровая. «Отец архимандрит, молвит он тихо, великий государь приказал довести тебе, владыка Афанасий митрополит Новгородский приставился». Архимандрит Никон молча повернулся к образу, широко перекрестился, согнулся, как пружина в крепком стане, повторил поклон три раза. «Царствие небесное владыки митрополиту», сказал он Божья воля. А радость взводнем хлынула под самое сердце, не зря пригнал царь за полночь боярина с такой вестью. Ушел еще один с дороги, которую предсказывал тогда лядащий колдун. Путь в Новгород великий свободен. Глава четырнадцатая на Прокопье в день Недолго Тихон оставался в Москве после того, как Ульяш отыскал его в кабаке у Никитских ворот. Горе помаленьку проходило, забывалось, время лечило лучше трав бабеньки Ульяны. Надо было ехать домой в великий устюг, жизнь-то шла своим чередом, давно надо было работать. Да надо было еще попасть домой к годовому празднику на Прокопье в день. Как у всякого русского города был и у устюга великого свой небесный заступник и ходатай Прокопий праведный во Христе юродивый бессребренник. Родом варяг пришел Прокопий некогда на Русь в Новгород великий, возлюбил эту землю, двинулся за людом дальше на восток в тихие леса, да и остался в устюге навсегда. Ходил он нищ, грязен, наг, зиму и лето по улицам, по торгам, сам над собой он ругался, сам собой пренебрегал, сам себя юродовал, сам себя ненавидел этот великий подвижник. Не дай бог жить так, ужасался каждый при встрече с ним. День памяти Прокопия Устюжского в Устюге ежегодно празднуется 8 июля. Весь окрестный народ собирается в этот день в гости к праведнику с уезда, с посада на Соборную площадь, молятся, ставят шатры, лавки, ларьки, балаганы, скамьи, открывают великие торги, пируют, веселятся, хохочут, пляскам и шуткам скоморохов смотрят медвежьи представления, сами бьются на кулаках. Тихон и поспешал к тому празднику, плывя по сухани. Лето к этому дню в полной силе, солнце мощно, живородящая утроба земли беременна злаками и овощами, и веселый народ толпится на торгу, выказывает изобилие, что он может сделать своей силой рук и уменьем. Съезжающиеся на этот праздник в город деловые люди, посадские, торговые, крестьянские, покупают, продают, договариваются о будущих сделках, бьют рукобития, и все это под синим небом в мелькании ласточек, под золотым солнцем, осыпавшим стены башни, крыши, города и посада. И вот еще почему торопился Тихон босой домой. Хотел первым рассказать отцу о том, что случилось в Москве, как там народ показал свою силу. Дело не шуточное, народ, вставший весь вместе, оказался посильнее Морозова. Однако, как не торопился Тихон, всюду, на попутных станках в ямах знали уже о восстании, все знали, все говорили и о Плещееве, и о том, как царь на коленях молил народ простить Морозова, эгэ, оно и правильно, народ царя поставил, и все понимали, что иначе оно и быть не может. Мало того, слухи шли, что и в других местах такие же замятни. В Солево-Чегодской замятня, в Строгановском владении и в Сибири народ шевелится, и в Новом городу, в Козлове, у самой Засечной, к дикому полю черты, шатнулись стрельцы. Засечные деревья, сплошь срубленные вдоль границы, сваленные вершинами в сторону степи, в сторону возможного конного набега, тянулись на сотни верст с сильными караулами у укрепленных проходов. Когда лодка Тихона ткнулась легонько в берег под стенами устюга, Тихон, подхватив мешок с московскими гостинцами, скакнул на песок, помолился на собор и, по косому въезду, побежал в город. Был вечер, канун самого праздника, колокола звонили, розовый свет хлистал на избы, на бревенчатые тыны, косые тени от говорливых берез лежали поперек улиц. Бежит Тихон по родному городу, и сдается ему, будто устюг-то встал ровно не тот, что раньше. Стены будто ниже, ну, куда же им против стен кремлевских? И стрельцы в латанах кафтанах хилые какие-то далеко им до московских, а избы? В глазах Тихона так и стоят пестрые под фигурными крышами хоромы бояр. Улицы же устюга тесны, пыльны, у ворот одни старухи в черных платах из-под руки глядят на стремительно шагающего молодца, чей такой не узнать, или Тихон, или не он. Эх, устюг, тихая глухомань. А в ушах набатный звон, народ на Красной площади гудит пчелиным роем, все головы в шапках, из-под шапок ярые глаза, речи гремят с лобного места, грозны крики «Люба! Люба!» Или теперь там, в Москве, стало все своим Тихону, здесь все как чужое. Вот и двор босых вытоптан, зарос с подорожником, дом невысок, люди, челядь, дворница, лукерья и приказчики, робкие какие-то, постарели, что ли? Кричат на разные голоса, взбежал по лестнице на крыльцо, в сене Тихон распахнул дверь в горницу. Сидит отец его, Василий Васильевич, за счетным своим столиком считает сквозь немецкие очки на косточках, поднял глаза на сына. Ну, отец тот самый, хоть и постарел, а глаза-то еще вострей. И понял в раз Тихон, что не устюг переменился, а это сам он вырос, и отец тоже вырос. Люди не стоят на месте, растут, жизнь пребывает в них, как вода в сухоне по весне. Марьяша опять бурей вынеслась из сеней, повисла у Тихона на шее, тоненько заголосила «Тишенько, братик!» и сестра выросла, девка красная. Да сразу о нас похватилась. «Ой, что это я неурядная, баню готовить, мовня топлена сегодня!» И птица и улетела из горницы в слезах радости. Отец поднялся со стула, повернулся молча к иконе. Сын стал рядом, помолились. Сын отцу поклонился в землю. Обнялись. «Поздоровуль, сынок!» спросил отец, посмотрел остро, чего на Москве-то. «Народ встает, батюшка, силу берет». «Так, царя видел?» «А как же видел?» Плакал царь, милости просил у народа. «Вон, а как!» поднял брови старший босой «Добро!» «Силу, значит, берет народ от добро!» И глаза играли морозными сполохами. «Братаны здесь?» Павел один из Енисейска приехал. «Тоже там воеводы чудят, не дают народу трудиться?» Степан в море рыбу ловит. Кузьму послал к Байкал морю. Сказывают, хороши там соболи ныне. Прошлый год ореха было много. Велел к Ерофею Паулчу проехать на Лену. Он, Хабаров-то, что-то замышляет. Куда-то опять, что ли, хочет идти? Подали? Ага! Марьяша ворвалась в дверь. «Братик!» был, начала она, да, видя беседу, запнулась, схватилась рукой за рот. «Бабенька, поздоровули?» продолжал Тихон. «Здесь она. На праздник приплелась старина. Жива, спаси Бог!» «Братик!» трепенулась Марьяша. «Иди, парот легкой!» «Иди, мы сладко испарились», сказал Василий Васильевич. «Возьми кого с собой веньком похлистаться, поужинаем опосля, да и поговорим. Так-то смаху нельзя, дума неправильная выйти может». Мигали две сальные свечи, лежал на жарком полке Тихон, розовый, большой, и сходил сладко потом, забылся тихо, словно пришла к нему покойница. мать стала около. Петра, молодой приканщик, что недавно вернулся из-за камня, распаривал в шайке веник, говорил, сверкая глазами и зубами, «Девки наш по тебе, Тихон Васильевич, мрут, но мухи, жених, жених, а в устик и глаз не кажет, ей-бо!» Тихон вздохнул. «Ай, чужа кака присушила», подмигнул Петра. «Брось кляду», сверкнул глазами Тихон, «не до того, как тут народот». «Чего идеется?» и понизил голос Петра. «Празнал народот, что на Москве государь-бояр худых народу головой выдал, так и наши тоже туда же». Тихон приподнялся, сел было, но с жаром ударило в голову, лег. «Ну и что же, бушует?» «Всоль-то на вычигде замятня тоже была». «Да что ты! Ага, там воевода ихний доправлять деньги стал и с посада и с уезда, Москва где требует, а народ ученый пошел кругом с шапкой собирать воеводе, ну, в посул. Двадцать рублей собрали, шутка, поднесли в почесть, честь честью, чтобы деньги править-то правил, да милосерднее». А тут приказчик строгновский с Москвы приплыл, рассказал, что там деется, и почище нашего дебоярина Москве, а и то их народ под ноготь взял. Народ к воеводе, время твое, боярин, прошло, давай деньги в обрат. Ну и что? Воевода уехал к строгновам, в церкву ихнюю спрятался, шум, крик, народ дыбом. Старуха, сама строгнова, не велела воеводу трогать, а ночью утек воеводы, как тать на лодке повыче, где, только боярины видели, двадцать рублев деньги. И парни удержал Тихон, сел на полке, смотрел на Петру. А тому хоть бы что, смешно ведь, как спесивый боярин от народа, подобрав пол и убегает, знает кошка, чье мясо съела. Эхе, да и тут, как в Москве, так и занялась радость в душе Тихона, тоже не глухомань, не суземок. Ну, а у нас в Устюге как? Но Петра уже поддавал квасом на каменку, выхватывал веник из кипятку. — Ложись, хозяин, парить буду! Махнул он горячим веником на Тихона и закричал дурным голосом, занеся веник ровно кнут. — Держись, ожгу! И мыльня звенела от молодого хохота обоих. Ха-ха-ха! Ух! Ух! Свежий, легкий, бодрый шел Тихон из бани. Тело радовалось под свежим бельем, звезды искрились сквозь берез. Молодой месяц нагонял зарю, щелкнул звучно раз-два да замолк в последнюю соловей. Эх, земля родная! Сила взыграла в Тихоне, как рукой сняло все сомнения работать, трудиться, ехать в Сибирь, на Студеное море, куда еще? Работать, как по всей земле трудится народ на полях, по городам, по избам и работают днями и отдыхают в такие вот вечера. Эх, Анна, верна ты, а то ушли б мы с тобой в Сибирь, где нет воевод, где лес, люди, свобода да дела. Радость Тихона чуть не задушила. Как свечка ясная стоял Тихон у стола, пока Василий Васильевич читал молитву перед ужином, такой, что брат Павел, крестясь, поглядывал на него из-под руки. Ужин отошел в молчании, бабы со стола убрали, отец выслал из горницы лишнюю челядь, за стол село трое мужиков, отец да два сына. Тихон было шагнул к дверям задвинуть засов, да Василий Васильевич его остановил погодь, сынок. Я за старицей спосылал. Старица Ульяна вошла, опираясь на костыль, с левой руки ее подхватила, вела баба Павла, смиренная могутная женщина в черном повоиннике, в темном в крапинку сарафане. Старица стала, откинула наметку с воскового лица, помолилась на икону, поклонилась почину, придерживая крест левой рукой. — Здравствуйте, босые, поздоровали, тишенька, внучек, — говорила она звучно, пока мест Тихон кланялся ей в ноги. Ульяна села во главе стола и упорным взглядом смотрела на Тихона, покуда он вел свой рассказ о том, что в Москве, на Волге, как жил он у дяди Кириллы. Чем дальше шел рассказ Тихона, тем глубже оба мужика запускали пальцы в свои бороды. Чудно! Выходило, ежели подумать, три десятка бояр в Москве вертели всей землей, как хотели, так и эдак, а вот в лесах, на севере да в Сибири работа спорилась без бояр, в лесах-то бояр не бывало, а как загудел по Москве народный завод, испугались, кинулись, сказывают, на иноземные дворы к посланникам, прятали у них животы и пожитки из Москвы побежали. Народ сбросил боярского хозяина Морозова, вырвался из-под бояр, видно надо думать, когда лежить. В раскрытые окошки глядела душная летняя ночь, мелькали звезды. Рассказ Тихона развертывался обстоятельно про бунт на Красной площади в Кремле, про то, как собирались у Кирилла Васильевича, писали челобитную. Когда Тихон замолчал, отец поднял голову, отчего брат Кирилла сказывает, спросил он. Как уж ехать мне, дядя сказывал, должно созывать будут земский собор из всех чинов людей, ответил Тихон. Государь, слышно, приказал все статьи собирать всюду, и в уставах у святых апостолов, и отец, и в законах греческих царей, все, что к нашей жизни сгодится, чтобы всем людям, и черным, и всяким, они были известны, а то теперь каждый воевода правит, как ему Господь на душу положит. Ишь, черт, чуть усмехнулся в борду Василий Васильевич, так, тряханули, значит, москвичи большими боярами, лады, польза большая, по всей земле гул идет, и у нас в Солево-Чегодской были тоже замятни, побежал боярин-то, э, ночью. Петр, мне обсказал, отозвался Тихон, слыхал я, везде неспокойно, и в Сибири тоже. А ежели б он не убежал, убили бы в очегодце боярин-то? Обязательно, до смерти, сказал Павел. Да так и надо, трудни, не тяги, как иначе? Не тяги, бездельники. А по-божьему, вдруг стукнула костылем об полстарица, как же это можно людей бить до смерти? — Народ все может, бабенька, сверкнул глазами Тихон. — Значит, внучек, ты меня, я тебя, горячо говорила стареца, обида за обиду, зуб за зуб. А когда же конец гневу? — Что святой Антиох говорит о гневе? — подняла старуха восковой пальчик. — Добро есть человеку стараться удержать гневную страсть. Должен он терпением сокрушать ярость, кротостью, смиреньем. Бес это гневом отымают у человека плоды его трудов. Гнев, разоренье души и тела, мерзка богу всякая ярость. Тьфу! — Бабенька, — метнулся к ней Тихон, — да ежели терпеть невозможно. А не можешь в миру терпеньем жизнь строить, уходи из мира, вот что, — говорила старица, быстро перебирая зерна четок. Не сможешь осилить мира разумом, кротостью, любовью, трудом, бросай мир, ежели ищешь правды. Топором да кулаком мира не взять. Христа-то, как люди изобидели, на кресте распяли Эва, а ведь он Бог. Бога казнили, вот они люди, да ежели Бог бы он гневом на то распалился, пожег бы весь мир громом. А как Иван золотые уста учит? Бог-то де не как люди. Люди творят долго, да разрушают просто. Бог сотворил мир борзо в шесть дн, а вот не рушит его, сколько времени терпит грехам нашим месяцы и лета и века ждет. Так значит, ежели воеводы на провежи людей бьют безвинно, ты терпи, вскочил славки Павел. Уйди, тебе, говорю, уходи от греха, застучала костылем бабка Ульяна, уйди от зла сотвори благо, в лес иди, в тишину, в Сибирь. Обличай людей делом, ни словом, ни множ зла раздором. Жизнь стал быть свою, так и бросить, не подымая глаз, спросил Тихон. Правда, ищи, все приложится, иступленно дрожа, говорила старец Ульяна. На лодке плывешь, небось, камень увидишь, отвернешь? Лодкой-то камня сбивать дуром не будешь, а на людей бросаться будешь. Нет, тот и есть. Правда-то останется, во веки веков не сгинет. Слыхал, как с тропы Батыговой ушел от грехов святое озеро град Керженец? От греха ушел. И теперь на зорях слышат народ из озера того звон светлый, видят в воде храмы до дома, тот и есть. Правда есть, правда и останется, не одолеют ее врата адовы. Народ-то он и бежит за камень, за Волгу, на Дон, в Литву от грехов, а бояре его ловят да назад волокут. Работай, где смерть на меня, боярина. Казнят, кричал уже Павел. Не бойся казни, кто смерти не боится, тот свободен. Всех не сказнишь. Обличай тех казнящих в лицо, а то обличающих смелых-то да добрых мало находится, только из-под тяжка злоба да ярость. Старица замолчала, закрыла лицо рукой шатнулась. Тихон бросился к ней, бабенька, что худо тебе? Плоха стала тишенька, простите, детки, вздыхала кланяй старуха. Павлу мне кликните, видно, доходит мое время, побреду вас вояси. В общем молчании старица Ульяна оставила горницу. «Ей-то нашей бабки можно так говорить», усмехаясь, растроганно заметил ей вслед Василий Васильевич. «Ей-то смерть близка, ей уж ничего не нужно, а вот нам-то трудно это слушать, старуха». «А и молодые есть, которые так говорят», раздумчиво заметил Тихон. «Видал я, батюшка, на Волге такого попа. Его боярин в Волгу сбросить велел, а поп смеется. Дурачок, говорит боярин-то, смеется. Учить его надо боярин-то, ничего больше, ей-богу». «Трудно дело правду говорить. Найти ее правду нужно», раздумчиво говорил отец. «Драться-то легче, чем терпеть да молчать. А ежели у нас в Устюге тоже будет завод, что будем делать, сыны? И в Устюге батя? Ага, а что, как везде? Наш-то воевода Милославский тоже направешь весь город норовит поставить, Москва денег требует». И ему по сошному разрубу тоже деньжонок собрали с посаду да с уезду в почет. «Двести шестьдесят рублей, бейди, милостивец, да потише». А теперь услыхали у стюжани, что в Москве деется, чешут затылки, деньги надо б на отобрать, а деньги известно дело с ершом, дать дашь, а назад не вытягнешь, нет. «Завтра его-то народу праздника будет, и весь уезд», сказал Павел, «да и сей дню шторк немал, вокруг собору табором стоят, медведей навели, гудошники, скоморохи, слышь, бояр ломают». «Ну, тихон, иди ты с дороги, отдыхай, утро вечера мудренее», поднялся отец славки. Утро над устюгом встало в тонком мареве, туман вскоре свернулся, быть жаре. Зеленым малахитом стоят леса за рекой, в заречье зардел храм умиленье, вдали над троицким монастырем, что нагледене искры, а по рекам по сухане да по югу еще до света один за другим лодки, струги, насады с народом валили на праздник валом, весь берег заставлен суденышками. Да и по дорогам со всех сторон пеше подходят к городу богомольцы, шли лесом через расистые луга, ехали на телегах, бабы в сарафанах с пуговицами в один, в два ряда, в белых на сборенных рукавах, саянах, в повойниках да в киках, девушки в косах, бусах, лентах, мужики в белых рубахах с красными клиньями, в новых шляпах с цветками за лентами, в новых лаптях, много в сапогах. Посадские да торговые люди, тоже щегали не хуже в цветных рубахах, в синих, коричневых, серых суконных кафтанах, в однорядках, а кто и в шелковом узком зипуне с позументами, бабы их в цветных лентах. Народ наполнил всю соборную площадь, в улицах, в переулках, в тупиках, в притык стоят телеги с задранными высокооглоблями, лошади с торбами на мордах, хрустят овсом. Товаров понавезли, навалили горами, уже наставлены ларьки, прилавки, харчевни, сбитенщики снуют пчелами со сладким сбитнем, стоят бочки с пивом. Однако, пока не отойдет обедня, не торгуют. Грех. А по торгу, по народу, как муха снует туда-сюда у Стюжского уезду, села Пантусова, черный человек, крестьянин Моисей Рожкин, мал ростом, сутуловат, бороденка веревкой, а глаза буравчиками, острые, беспокойные. Умелен Рожкин подвигом Прокопия Чудотворца Бессребренника, потрясен любовью его к правде, и тем больше возмущен он Рожкин, что творится кругом, слышал Рожкин, что правда объявилась на Москве, что царь воровских бояр народу на казнь выдал. Эта весть ужалила Рожкина в самое сердце. Значит, двести шестьдесят то рублев посулов, что с миру с уезду были воеводе собраны, зазря платены. И платили их подьячим воеводы Милославского, Анисиму Михайлову да Григорию Пахабову, дело так оставить нельзя. Где ж деньги-то? За Моисеем Рожкиным неотступно ходит большой чернобородый лысый Иван Чагин Кузнец. Кричал больше Рожкин. Чагин же до времени молчал или только глухо гудел. Православный ей надрывался Рожкин. Деньги наши взяты неправдой воровски, надо их в обрат доправить. Царь велел на кровопийца идти. Народ на площади волновался. Деньги взяты неправо. Надо идти к земским судьям, пускай разберут. Праздник ничего, народ требует. Отошла бедня, отпели молебен преподобному Прокопию, под колокольный звон толпа от собору двинулась к съезжей избе, шумят как море. Вытребованные судьи явились, вопрос им поставлен был ребром. Есть способ взять в обрат деньги с подьячих Михайлова да с похабого али нет? Земский судья Волков развел руками. Взыскать, конечно, надо, да как взять? С кого? У них или у воеводы? Не отдадут они добром. Из-за Рожкина выдянулся кузнец Чагин. Не отдадут, убьем до смерти. Как же это можно людей убивать? Крикнул судья Волков. Аина, ты вор с ними заодно? Вдруг завопил Чагин и, ухватя Волкова за грудки, волок из съезжей к народу. А Васька Шамшурин, подоспевший Рожкин да Шурка Бабин, колотили судью по шее, кричали «Вор! Вот он вор!» Волкова выволокли к народу, водили по площади, как медведи на веревке, а скоморохи плясали кругом, били Волкова по голове, бычьими пузырями с горохом народ смеялся. Тихон Босой вышел после обедни, стоял, глядел на шум. Было похоже на Москву, однако шпоиному. В Москве народ был тверже, сердитее, а тут люди пока что смеялись. Праздник! Началась торговля, выпивали. Тем временем из съезжей избы выскочил незамеченным другой судья Игнатьев, кинулся в избу к воеводе. Воевод от обедни был уже дома, сел пировать по праздничному делу с гостьми. Оба подьячих, Михайлов и Пахабов сидели тут же за столом. Игнатьев уже со двора поднял крик воевода, выставил в окошко богатую бороду. Что за шум? Чего, судейка, деешь? Государь, вопил судья, милостивец, гиль идет, гилевщики деньги в обрат требуют. Что за деньги? Двести шестьдесят рублев, что тебе в почте народ собрал. Да ты что, мне? Так я их не бировал? Как так не бировал? Тебе в честь собирали. Воры! крикнул сгоряча хмельной воевода. Сам поеду разберу. Деньги мои пропали, воровство, где деньги? Ах, ты, господи! воевода с двумя стрельцами поскакал переулками к съезжей избе, а народ бежал навстречу к воеводскому двору Христорождественской улицей, и воевода с ним разминулся. Народ подбежал к воротам, ворота воеводы заперты. Ворота живо вышибли, осадили избу, из окошек которой выглядывали красные лица перепуганных застольщиков. Народ уже был вооружен кольями, поленьями, сверкали и топоры. Чагин размахивал выхваченным ухилого стрельца бердышом, воеводские стрельцы спрятались на сеновале. — Воевода, выходи! — кричал Чагин, к которому теперь перешло руководство. — Эй! — Нету воеводы, ускакал на площадь, вывалился на крыльцо пьяный поп Терентий Зайкин. Перегнулся через перила, крест свесился на сторону. — Ускакал, милостивец, ветер в поле. — Чего гогочишь, жеребячья порода, — надсаждался Чагин. — Давай, подьячих, Михайлова, давай, крапивное семя. — Нету и его, — развел поп руками, смеясь во всю бороду в острые обломки зубов. — Нету! — Как это нету? раздался женский виск, и в сбитом повойнике женщина прорвалась вперед. — Да вон он сейчас в окошко глянул. — Народ, хватай, вора, — ревел Чагин, за мной. — Взбежал проворно мягкими своими лаптями на крыльцо, поднял бердыш, двери подались под могучими ударами, народ ворвался в горницу, опрокинул стол с яствами, перебил посуду, искал подьячих в избе, в надворных строениях, при сенцах, чуланах. Михайлова схватили в саду, в бане, на полке, выволокли с толчками, народ обступил его плотно, давай деньги, что взял с нас облыжно. — Народ, смилуйся, визжал горбатый рыжий подьячий, нет у меня ваших денег, где они? — Да у воеводы, воевода забрал, он, крест целую, сейчас помереть. Чагин стоял перед подьячим вплотную, бердыш огнем сверкал в его руках. Чагина уже манили не деньги, в Чагине горела, бушевала сила, давно накопленная ярость, любо ему было видеть лисье лицо подьячего испуганным, слезы, навсегда бесстыжих зеленых пьяных глазах, ужас пойманной злобной твари. — И помрешь, гад! — громово крикнул Чагин, опустил бердыш подьячему на голову. Тот змеей вильнул в сторону, отскочило левое ухо, брызнула кровь. Михайлов упал. — Всуха ну его, сажай в реку, ревел народ, — Люба, сажай в воду. Толпа набросила веревочную петлю Михайлову на ноги, бегом вынеслась кабацкими воротами из города, метнула подьячего в реку. Тот поплыл, захлебываясь, вопя дурным голосом. — Собаки, собачья смерть! — кричали иступленные люди. — А Пахабов-то где? — спохватился первым Рожкин. — Денег-то нету, народ, ищи Пахабова. — Да он там же, на воеводском дворе, раздались опамятовавшиеся голоса. — Хватай его! — Толпа бежала с реки обратно. Навстречу ей к своему двору скакал бледный воевода. За ним бежала толпа. Рожкин и Чагин кинулись, ухватили за узду коня. — Давай наши деньги, воевода! Царь приказал! — кричали они, а конь дрожал, прыгал на месте, мотал головой. — Не брал я денег православные! Михайлов сказывал — брал! — Где Михайлов? Бестыжие его глаза! Давай его сюда! — вопил воевода. Врет он! Врет по злобе! — Нет у Михайлова! Утопили мы Михайлова! — кричали в ответ. — Как утопили? — Разбойники, ответите? — Ну, похабо вас спросите! — надрывался воевода, а не заодно. На соборе в это время били в набат. Дон, 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 захлебывался тревожный звон. Воеводу спешили, повели миром на его двор, из дому выволокли насмерть испуганных, крестящихся, кланяющихся в землю жену и тещу воеводы, требовали денег. — Михайло Васильевич! — плакали обе его бабы. Бога для! Отдай ты им эти деньги, свои да отдай, душу они вынут. — Как это так? — Отдай! — надсажался воевода, не бировал я. — А манули видно меня собаки, не отдали мне легкое дело, двести шестьдесят, ах ты досада, мне деньги-то собирали, тебе, государь. Не получал, сокрушался воевода, хлопая себя по полам коричневого кафтана, не получал. Утопили, говорите, Михайлова, утопили, милостивец, туда и дорога. Ах, пропали деньги, беда, беда. Да похабов-то где? Ты его спроси, государь, уже сочувственно посоветовали из толпы огорченному воеводе. Марья, крикнул воевода, похабов где? Нету, нету его, Михайло Васильевич, нету, кричали воеводские бабы, ей-богу, нету, святая икона. Целуйте, коли так икону, что нет у вас, похабова, крикнул Чагин, землю целуйте. Из толпы выскочили двое посадских, бросились в горницу с обнаженными головами, вынесли икону, воевода с женой, с тещей, стали на колени, целовали икону, ели землю, клялись, что не знают они, где похабов. Похабов-то был уже далеко. Хитрец сразу понял, что дело плохо, выскочил, вывел через садовую калитку из воеводской конюшни коня, да и был таков. Он скакал уже лесом по дороге на тотьму, скакал в Москву с доносом, в Устюге, бунтуют где черные люди, пусть шлют расправу. Приутихший здесь было народ сошел с воеводского двора, воевода Милославский с семьей переоделись в посадское платье, сбежали в Стрелецкую Слободу от греха подальше. Волнение в Устюге бушевало теперь на Соборной площади. Велик был праздник. В солнечный этот день народ сколько навез сюда на торговую площадь, на телегах, на лодках видимого богатого изобилия от своих трудов, что невозможно было спокойно смотреть на людей вящих, которые поджали хвосты, не смели сейчас швырять пасюками по торгу, как раньше, чтобы на чужих трудах этих наживаться еще больше. Возмущение в народе разгоралось. Михайлова убили, он смертью заплатил за обиды, Пахабов убежал, но двор-то его, его животы-то остались, и на них бросился народ, уничтожая то, что неправедно нажито. Пахабовские хоромы посекли в щепу, разнесли врозь, пожитки летели из окон из дверей под топоры до крючья, растаскивались ограбленными и обиженными, а драна и ломаная бросалась. В городе взволнованном грозном шла, словно каменная пурга, сыпала каменья на нечестивых, на сребролюбцев, на резаимцев, берущих резь. Мздаимец, резаимец, сребролюбец и грабитель — вот четыре колеса у телеги, на которой ездит сам сатана, отверженный Богом, выкрикивал на торгу церковный дьячок Фомка Ехлаков, потрясая в руке сложной бумагой, есть у тебя еда до одежа и будь доволен, а собирающего богатства проклянет Господь и попирает его своими ногами, лучше давать, чем брать, вот она пришла грамота от великого государя с Москвы велено разбить у нас в устьюге семнадцать дворов и потрясал над головой неведомой длинной грамотой. Толпа подвой набата уже неудержимо неслась по городу разбивая один за другим богатые дворы крича грабь что те награбили. Тихон прибежал домой и едва переводя дух гремел в ворота своего дома народ становился уже страшен и им босым. Ворота сразу открылись за ними оказался встревоженный Петр с топором за спиной челединцы Васька Федос и другие кто с топором с кистенем кто с дубиной Тихон пробежал мимо них на крыльцо вбежал в горницу Василий Васильевич вернувшись от обедни как обычно сидел за столом занимался Батюшка говорил Тихон волнуюсь народ-то дворы разбивает У кого? Поднял глаза отец от книги Пахабовский двор кончили побежали дальше к Бубнову Клименту Фотичу Пахабова давно надо было кончить выговорил старший босой сымая с носа очки протирая глаза а у Бубновых как? кричат щупать говорят нужно лучших людей кабальные книги пожечь чего творится ужасти у Свербеевых однако тоже а на бат выйти на двор батюшка под крыльцом толпились свои люди взволнованные один Петр улыбался ух чего и делается сказал он воевод сбежал из городу торговые гости бегут куда? спрашивали с крыльца в поле во ржи куда? да что гости протопоп от Ивана Богослова отец Захарий с попадьей и те побежали узлов навязали во куда? да в рожь хранится как перепелки ей бог ты чего зубы скалишь прикрикнул на него Василий Васильевич горе это не знает не видит народ что делать надо вот и мечет все в рось а нам хозяин тоже бежать спросила могучим голосом своим Павла Василий Васильевич повернулся к ней али мы свою совесть продавали или совесть у нас противу народа нечиста бежать нам некуда суд на нас бежит идет Василий Васильевич говорил твердо убежденно знал он народ обид не забывает беда в чем говорил медленно Василий Васильевич народ то силен а что делать не знает бежать а куда бежать от своего народа не убежишь сговор должно с народом иметь тихон стоял опустив голову ишь в Москве у ряповского князя небось ворота бревном вышибал а теперь в пору самому животишки спасать ты где ж тихон с народом или нет на церкви благовещенье вдруг близко близко забил набат за березами басовского двора клубами всплывал черный дым марьяшка притулившаяся было за отцовской спиной всхлипнула жалостно зажгли горестно вскрикнул Василий Васильевич ах ты дворт какой лукояновский красота свое окаянный жгут да брони бог через березы метнет и нас нету огонь не уговоришь люди крикнул он таскать пока животы в погреба не ровен час займется животы имущество старуха идет закричали внизу под крыльцом старица Василий Васильевич и Тихон обернулись сходила с крыльца шаткими шагами старица Ульяна вся в черном подняла руку пожар звучно заговорила она огонь гнездо горит наше город старый горит друг друга жжем камнями побиваем как из тучи своими же руками какой праведник вступится за нас кто тучу отворотит или нет у нас праведников стареца стояла на лестнице воздев руки как черное смущающее видение мамонька сердцем выговорил Василий Васильевич ступай-ка ты с Богом к себе уходи тут и так голова кругом идет тут дело простое народ воров своих жжет не мешайся ты Христа ради и без тебя тошно не умолкну дандеж есмь вещала стареца обличу нечестивых иль глаза отворотив в сторону умолчу что Бога забыли пойдем пойдем-ка матушка говорила могучая Павла волоча старуху вверх на крыльцо неча тебе тут старушки божьей делать челядь бегала муравьина таскала пожитки на погребцы укладки сундуки торговые книги отворачивая взгляды от засуетившихся хозяев и те тоже были хмурые неловко было выворачивать у всех на глазах свое нутро бешено бил набат соседский пожар разгорался пламя шибало кверху летели искры головни с огнем поднялся ветер деревья гнулись шумели шатались голоса крики неслись все громче Василий Васильевич с сынами работал как бешеные Марьяша кошкой залезла на крышу басовской избы и в высоко поднятых руках словно щит держала против огня икону Божьей Матери бабка Ульяна выглядывала из окна горницы на дым шевеля беззвучно губами перебирая листовку листовка старообрядческие четки и слезы катились у нее по щекам впервые в ее жизни приходилось ей видеть огнем выметывается страшная ярость живого обиженного народа уничтожая неправо нажитая утро следующего дня встала в сером дожде из низких туч вымытые деревья в басовском саду блестели доносила из затына соседнего пожарища гарью и люди таскали в дом пожитки обратно все восстанавливалось по улицам бегал народ но как-то не глядя по сторонам словно все были с похмелья да так оно и было разбили всего пять домов сожгли два нашли два больших погреба выкатили бочки хмельного и всю ночь вокруг пожарищ гремели песни крики пока в полночь не зашумел над городом свежий дождь залил угли на пожарищах утишил души навел сон и утро пришло как всегда с неотвратимым утренне ясным сознанием что жизнь не останавливается что ее нужно продолжать к тому же по торгам поползли слухи что похабова видели скакавшим на коне без шапки по московской дороге и он работающим на полях крестьянам грозил кулаком и кричал что-то нехорошо надувшись индейским кочтом сел уже с позаранок в своей избе воевода Михаила Васильевич Милославский и хотя суда и расправы еще не начинал однако слушал подавшись набок волосатым своим ухом что ему шептали верные люди было уже установлено кто таков Моська Рожкин он бобыль из деревни Пантусова и главное по бобыльному своему положению в разверстке на почестные воеводские деньги за бедностью и не мог принять участие деньги же были и впрямь собраны 260 рублев но до разыскания подьячьего Пахабова установить у кого где они сгинули было невозможно одно было несомненно приказные хотели воеводу обмануть истцам строго было приказано искать и схватить Чагина узнать кто он таков откуда а молодой подьячий Тиунов уже получил указание собирать сказки по этому воровскому заводу по бунту чтобы довезти в Москву даром такое дело пройти не могло серый дождь неприятный словно похмелье словно сыск сыпался и сыпался с низкого неба хотел залить всю землю народ то был всюду один и тот же работал везде одинаково сильные обижали его одинаково почему и мятежи искрами пырскали по всей земле и всюду было одно и то же бояре и воеводы сперва поддавались народ брал силу а потом должно народ пугался того что натворил и тогда да уж бояре и воеводы забирали свою силу назад и уже свыше всякой меры земский собор правда был царем обещан но кто его знает когда он будет да что еще принесет с собою а дел то делом ждать оно не любит дело все время растет как дерево дело не бросишь и малые народ и то нижний новгород осаждал не раз и с татарами они давно вместе живут драться воевать приучены а татари калмыки на свои орды смотрят старым живут земля там немирная казаки народ вольный воевать больше любят чем хлеб пахать дремесла вести в саблю они верят не в крест живут не трудом а шарпаньем немирный еще край там не работать нам там верно тихон верно батюшка на волге пока трудно вот я и говорю будем работать здесь на белом море по старому на камне за камнем в сибири ты павел поедешь ныне к архангельску на море там сейчас серегов и актистов в приказчиках наших парень верный заботливый да свой глаз алмаз поедешь веди там все старым обычаем а коли новое увидишь либо от людей услышишь не отвергай хорошее принимай до старого держись старое это все знают а новое сперва ты один пока других ты научишь много воды утечет учить тебя нечего слава тебе господи учен сам народа не обижай мы с народом живем на народ работаем от народа живем смотри чтобы вся снасть и работа были в полном порядке чтоб люди хребта зря дуром не ломили заботлив будь во всем хороших работящих людей подымай чтобы они вокруг тебя стояли тебе же подсобляли до худых смотри по правде дурная трава из поля вон паршивая овца все стадо портит да помни артель святое дело рядись не торопись сделав не сердись полюбовного договора и патриарх не отымет людей береги люди все достанут это наперед потом товару в архангельском возьмем сколько мощно повезешь в сибирь петру с собой бери его надо к делу приучать и как у сереги феоктистого дело перенимать будешь его не обижай что он по-своему работал каждый молодец на свой образец ну да здесь все дело ясное вот Тихону мудренее Василий Васильевич обернулся к Тихону в Сибирь поедешь сказал он значительно Тихон встал поклонился в пояс прошу милости батюшка так постучал Василий Васильевич пальцами по столу подальше значит сам хочешь и ладно езжай сынок ты теперь Москву красну видел посмотри на дремучие леса там вольнее ладно поедешь по нашим торговым дворам в мангазе то теперь дел мало становится соболь то всего извели за пушниной надо идти в поиск дальше сенька свящев пишет в грамотке погодь погодь Василь Васильевич поднялся достал укладку из-под лавки вынул оттуда письмо и большой лист бумаги чертеж сибирской земли смотри сюда говорил он вздевая на нас очки в мангазе расспроси как хабаров ерофейка куда когда он ушел на всход знаю поплыл он по-тунгусски по-нижней сидит будто теперь давно на лене или на кирингирике хозяйство будто хорошее пашня мельница соль варит дальше всех он вперед ушел подбирайся к хабарову скажешь ему мы его давно знаем вместе будем рабить ежели он по-нашему по чести надо нам за соболями идти дальше куда еще не хожено на всход к великому морю и на туземцев не замай не обижай чтоб и они свою выгоду имели хорошо бы вам с хабаровым вместе на амур выйти там пашин добрых немало повезешь знам дело с собой товар всякий и торгуй честно в горшок муки под вершок и твой горшок присматривай серебро спрашивай о меди нет ли где руд хороших старайся тихон в те вольные сибирские места вперед воевод московских попасть злые они воеводы то что их так далеко от москвы заслали и потому сильно грабят с воеводами ласкови а больше держись тамошних князцов они в случае помогут и выручат и поддержат рука руку моет товары придерживай довези до конца где их ранене бывало продаж с пользой два сына и отец сидели за столом смотрели на чертеж сколько земли сколько лесу сколько рек сколько зверья взять все увязать вместе в одно великое общее дело чтоб народ жил богаче краше в достатке тихон вспомнил волгу крик боярина шереметьева воду попа мечи в воду сила гнусная грубая жеребячья сила слышалось в этом истошном крике жестокий захват кто против него против боярина никого а хорошо ему дураку кричать да указывать коль народ православный весь работает как муравьи и сам до боярина впереди и в лесах и на полях и на реках и на горах сибирских всюду кормя людей обувая одевая их всюду давая им орудия топоры пилы сохи серпы не боярами жив народ бояре на народе как гребень на петухе для красы а народ жив трудом трудом крепнет государство и трудом праведным безобидным дело народа пахать да тесать боярское дело готовым владеть трудится народ вековечно и тихо как земля хлеб неслышно растит не вырастет земля хлеба и всем придет карачун не будет работать народ не бывать и государству сидят трое большое дело перед ними трудное но славное какого-то бог приведет все доспеть все сделать выехать на белое море в сибирь народ кормить государство обогатить батюшка спросил тихон а ты как о себе смотришь что робить будешь в москву видать поеду отвечал василий васильевич должно в земский собор позовут может там пособить в совете надо будет земля наша все одно как снег с горы катится сперва тихонько потом скорей да скорей приходится и всем нам простым людям великую думу думать